Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Говорят и о конструкции биографии, и о биографике как методе, присутствуют на чтениях и политологи, и историки, и социологи. Очень много внимания уделяют восстановлению биографии людей, в чьи судьбы вмешался ГУЛАГ. Много восстановленных и реконструированных биографий по разным источникам. Традиционно каждый год мы проводим презентацию вышедших сборников чтений. Это материалы конференции 17-х чтений прошлогодних. Книжка вышла, несмотря на пандемию, несмотря на коронавирус, несмотря на карантин, и книжка вышла, належит на Рубинштейна и ждет всех, кто сможет добраться. И когда сможет добраться, ничего не потеряется, и вы получите все эту книжку. Это сборник 17-х чтений, то есть это уже целая книжная полка вот этих замечательных сборников, которых статьи, доклады участников чтений прошлых лет. И эти материалы тоже будут реально изданы в виде сборника. И мы встретимся на Рубинштейна 20-22 апреля 2021 года. И мы надеемся, что следующие чтения пройдут не в зуме, не онлайн, а вживую. И что мы все встретимся, обнимемся и послушаем друг друга живьем. А сейчас я хочу передать слово ведущему первого заседания, Александру Даниэлю, и пожелать всем участникам, ну, попутного ветра не пожелаешь, значит, быстрого интернета и качественного. Ну вот, спасибо, Александр, примите введение первого заседания. Спасибо. Значит, я веду первую панель. Модератором я буду вынужден быть жестким, потому что в режиме онлайн приходится быть жестким модератором. Регламент у нас 15 минут на каждый доклад, и наши сотрудники будут копить вопросы, которые у наших слушателей могут возникнуть, и передавать их мне, и в конце сессии будет еще время, когда эти вопросы я транслирую здесь в зуме, и наши докладчики на них ответят. Все, а сейчас первый доклад. Доклад называется «Три товарища, три судьбы». Выпускники Императорского Санкт-Петербургского университета 1910 года вне России. Докладчик Сергей Кокин, университет Пиза, Италия. Пожалуйста, Сергей Иванович. Спасибо большое. Дорогие коллеги, дамы и господа, рад вас приветствовать, хотя лучше бы было сделать это очно, но, как говорится, лучше так, чем никак. В силу технических обстоятельств я без камеры, но главное, чтобы была видна презентация, надеюсь, что это все получится. Как кое-кто знает, я участвую в чтениях уже десятый раз, и, соответственно, продолжаю до сих пор тему людей, которые учились в зоотомическом кабинете, а потом на кафедре зоологии беспозвоночных, Императорского Санкт-Петербургского университета, Петроградского университета, потом Ленинградского университета, но до Ленинграда мы пока еще не дошли. Вот сейчас, как вы видите из названия, речь пойдет о выпускниках университета 910 года. Пожалуйста, следующий. Только для того, чтобы напомнить, среди моих героев достаточно много людей разных поколений, которых всех связывает именно Санкт-Петербургский или Петроградский университет, и кое о ком я уже в свое время вам рассказывал. Понятно, что кампания наших чтений за это время существенно переменилась, но, может быть, кое-кто вспомнит этих людей, о которых речь шла в предыдущие годы. Следующий, пожалуйста. Это Метальников, это Вагнер Юрий Николаевич, это Давыдов Константин Николаевич, это Соколов Борис Федорович. Следующий, пожалуйста, слайд. И среди остальных, хотя на этом слайде означено 13 моих героев, на самом деле их 15. И только двое из них, речь идет в данном случае именно о иммигрантах, вернулись в Россию. Но три человека, о которых пойдет речь сегодня, к счастью, наверное, для них этого не сделали или им это не удалось сделать. Пожалуйста, следующий. Значит, вот это опять-таки три человека, о которых речь шла в предыдущих выступлениях. И теперь следующий слайд. Это вот, собственно, люди, о которых пойдет речь. Дело в том, что я считаю, это очень удачный выбор. Люди одного поколения, одного возраста, примерно одного социального статуса, которые кончили одновременно, учились у тех же учителей, поэтому их судьбы в некотором смысле вполне сравнимы, если бы не революция, не переворот 1917 года, который разными путями вынудил их оказаться вне России, вне Родины. Как вы видите из надписей о годе и месте рождения и годе и месте смерти, Уваров оказался в Великобритании, Бородин в США и Шиц в Швейцарии. Пожалуйста, следующее. Как всегда, стоит начать хотя бы кратко эти биографии с их студенческих лет, тем более, что они подружились, будучи студентами, и первую свою во многом весьма существенную экспедицию в Уральскую область провели совместно еще в 1907 году. Ну вот здесь в рамочке вы видите Бородина, белая рамочка, и у Варова черная рамочка среди однокурсников и преподавателей зоатомического кабинета, который потом, как я уже сказал, стал кафедрой зоологии беспозвоночных нашего университета. Следующий, пожалуйста. Фактически, всего годом спустя был сделан этот снимок, опять-таки, набор преподавателей и компания студентов этого кабинета. На этой фотографии присутствует в белой рамочке Виктор Шиц и в темной рамочке опять Дмитрий Бородин. К сожалению, ни одной фотографии, где бы они присутствовали одновременно, мне пока найти не удалось. Дальше, пожалуйста. Как я уже сказал, их сплотило и в некотором смысле связало на всю жизнь поездка, которую они совершили в 1907 году для изучения фауны насекомых в уральских степях. Дело в том, что двое из них были уроженцами города Уральск, поэтому места были им знакомые. И пригласив с собой Виктора Шица, который был из Великого Новгорода, и еще одного ботаника, то есть трое были зоологи и один ботаник, они отправились на каникулярное время 1907 года в уральские степи для изучения насекомых. Тогда это было вполне логичное решение, потому что масса территорий была практически не исследована даже в фаунистическом отношении. Дальше, пожалуйста. После нескольких лет один из участников, Борис Уваров, написал статью, и вот здесь вы видите титульный лист этой статьи надписью одному из участников, а именно Виктору Михайловичу Шицу. Сделанная эта надпись была уже в эмиграции. Как я вам сказал, Борис Уваров оказался в Лондоне, а Виктор Михайлович в Швейцарии. Пожалуйста, следующее. Основной идеей этой экспедиции было посещение побережья озера Индер. Это очень специфический, огромный водоем с соленого озера, где чисто в силу естественных причин в таком рассоле сохраняются насекомые десятками лет. Поэтому там можно было найти не только современную фауну, но и фауну, которая была характерна для этих мест буквально столетия назад. Дальше, пожалуйста. Вот сохранилось всего несколько фотографий, сделанных в этой поездке. К сожалению, все они мелкие, и, как вы понимаете, им уже больше 100 лет. Тем не менее, вот таким образом на верблюдах студенты проделали путь больше 250 верст по окрестностям Уральска, ночевали в юртах. И действительно, эта поездка исплотила на всю оставшуюся жизнь. Они были друзьями. Справа вы видите письмо, написанное Борисом Уваровым уже вдове. Шица в 1958 году, когда Виктор Михайлович только что умер в Берне. И из текста, хотя он английский, понятно, что он считал своего предъятеля по этой экспедиции старейшим другом. Дальше, пожалуйста. Для того, чтобы было понятно, кого, с кем и по каким параметрам мы сравниваем, вот краткие биографии моих героев. Борис Петрович Уваров родился в Уральске, умер в Лондоне, прожил достаточно долго и счастливо в том смысле, что после эмиграции из пределов бывшей России, хотя на самом деле он оказался во время революции в Тифлисе, то есть фактически уже за границей, как вы знаете, тогда Грузия была независимым государством, и получив предложение английских коллег, он с семьей в 1920 году уехал в Лондон, где, собственно говоря, с нуля состоялась его международная карьера, причем карьера очень завидная. Он работал в музее естественной истории Лондона, в крупнейшем мировом музее, который работает с биологическими объектами, он организовал там противосаранчевый центр, который потом работал при организации объединенных наций, он был выбран членом королевского общества, по-нашему, академиком в 1950 году, и, безусловно, считался главным мировым специалистом по примокрылам, кузнечикам, саранче и сходным формам насекомых. И, собственно, вершиной его научной карьеры была публикация двухтомного монографии «Гроссхоппер энд лакустс» «Кузнечики и саранча». Более того, он получил в Англии личное дворянство, то есть, в смысле карьеры абсолютно состоялся и как ученый, ну и как человек, поскольку он уехал туда с семьей, у него был сын, и все в смысле жизни у него было вполне в порядке. Следующий, пожалуйста. Вот это, так сказать, заглавные листы его главного научного труда, который до сих пор считается в некотором смысле Библией для энтомологов. Дальше, пожалуйста. Следующий. Вот что из себя представлял Дмитрий Николаевич Бородин. Опять-таки уроженец Уральска. Смерть его застала в Нью-Йорке ровно через 70 лет. Выпускник того же 910 года. Стажировался в Гайдельберге, работал в Полтавской сельскохозяйственной опытной станции и, в отличие от большинства моих героев, был активным участником Первой мировой, а потом и Гражданской войны. Причем за всего один с небольшим... Год с небольшим он был сначала Харунжием, потом командовал мелким казачьим подразделением. Он заслужил Георовский крест, орден Святой Анны и Святого Станислава. Таким образом, безусловно, человек был смелый и, видимо, хороший организатор. Эти качества пригодились ему и в гражданской войне, где с начала 1919 года он командовал конным партизанским отрядом, за что опять-таки получил два Георгиевских креста. И в 1920 году эмигрировал сначала во Францию, а потом в Соединенные Штаты Америки. Недолго работал в Колумбийском университете, а в 1921 году после переговоров с будущим известным генетиком и ботаником о России, уже Советского Союза, Николаем Ивановичем Вавиловым, организовал Нью-Йоркское отделение Института прикладной ботаники, которое, кстати, финансировалось Советской Россией. И, собственно, только этим он теперь и известен, поскольку существует огромная его переписка с Вавиловым и, безусловно, вот тот посыл поддержания науки и практического воплощения научных исследований Вавилова, который тот проводил в институте прикладной ботаники, в большой степени осуществились благодаря усилиям Бородина. Он был инициатором снабжения РФСР и потом СССР семенным материалом и научными изданиями до сих пор в составе коллекции Сергей Иванович, у вас две минуты. Всесоюзного института мы имеем огромный пул его материалов. Дальше, пожалуйста. Ну, как большинство семей, многие были потеряны в ходе революции и гражданской войны. Следующий, пожалуйста. Здесь вы видите тоже некоторые картинки, где присутствуют мои герои. Следующий, пожалуйста. Надо сказать, что все они были разносторонними специалистами. Например, Бородин был хорошим рисовальщиком. Здесь вы видите некоторые его зарисовки, сделанные в Гейдельберге. Следующий, пожалуйста. Опять-таки, весьма нетрадиционно он проявил себя в годы гражданской и Первой мировой войны дальше. Особенно, конечно, это проявилось в гражданской войне, где отряд Бородина в составе 1500 сабель совершал неоднократно очень удачные рейсы по тылам красных дальше. Кое-что о нем можно узнать из литературы, хотя это касается сугубо его военной биографии дальше. Ну вот, остальная жизнь у него прошла в США, где он стал, вообще говоря, достаточно средним биологом, так сказать, серой лошадкой дальше. Кончил он свою жизнь в Нью-Джерси, похоронен там на кладбище, принадлежащем русской общине, и надпись на его могильном камне гласит «Intellectual Enthusiast». Так, видимо, сам он определил свое призвание в жизни. Дальше, пожалуйста. Виктор Михайлович Шиц, в отличие от предыдущих, к сожалению, не смог реализовать свои задатки, которые, безусловно, у него были. Он оказался в составе артиллерийской комиссии графа Игнатьева в Париже и, соответственно, оказался за рубежом, не будучи эмигрантом. Тем не менее, вернуться на родину ему не удалось, его не пустили, не дали ему ни визы, а потом и лишили гражданства, и он навсегда остался в Берне, где в результате стал художником. Дальше. Вот несколько фотографий его семьи и молодых лет. Дальше. Дальше. Кончил он свою жизнь в Берне. Что касается их отношения к реальности, то вот они хорошо отражены в переписке, которая отложилась в некоторых архивах, из которой ясно, что и Уваров, и Бородин в большой степени были против изменений, происшедших в России, и, очевидно, понимали, что возвращаться на родину им нельзя дальше. Это отражено и в переписке Шица, который, тем не менее, хотел вернуться на родину, но, к сожалению, а, может быть, к счастью, на самом деле, ему этого не удалось. Дальше. Подводя итоги своей жизни, он писал, что здесь прошла жизнь не ляпом ожидания, чего-то, чего никогда не сбудется. Я пришелся ни ко двору, ни богу свечка, ни черту кочерга, одним словом. Жизнь прошла здесь даром. Я познакомился с его дочерью, которая до сих пор жива, ей уже 93 года. В одном из писем она писала, «Жизнь моего отца так блестяще началась, но иначе кончилась, потребовав много отречений и жертв. Может быть, в конце концов, ему повезло, что Россия оказалась за него запрещена, кто-то не пережил бы ужасные сталинские годы следующие». Бородин хорошо понимал ситуацию, что после участия в Белом движении возвращаться ему в Россию нельзя и, подводя итог своей российской жизни, перед отъездом в Америку, писал, что он многое потерял, но в 33 года считает, что жизнь еще продолжается и он будет ее начинать заново в Америке дальше. Бородин был в Америке, Уваров был в Англии. И в Англии все складывалось настолько удачно, что даже вызывало у него некоторую скуку. Через 8 лет пребывания в музее естественной истории он писал, что оторванность от Родины, видимо, тоже значит многое, но так или иначе надо сидеть здесь, возвращаться не приходится. Дальше. Таким образом, мои герои оказались в эмиграции разными путями и можно сказать, что даже если бы не случилась революция, конечно, в России их судьба была бы разной, но, безусловно, они достигли бы в науке определенного статуса. Уваров был очень на хорошем счету в Министерстве земледелия, Бородин получил предложение стать профессором зоологии в Ставрополе, правда, уже в 19-м году, а Шиц был заочно избран профессором зоологии в Витебске, но уже в 1923 году. В результате разные творческие задатки, помноженные на bad or good luck на Западе, привели к тому, что Уваров прославился, Бородин стал в науке серой лошадкой, а Шиц лишь техническим художником. Дальше. Таким образом, можно подвести итог, что переворот 1917 года, безусловно, вытопнул из страны огромное количество образованных людей, по крайней мере, около двух миллионов. Многие из них устроили свою жизнь на Западе, многие оказались не способными это сделать. Однако, те, кто остался, заплатили за это решение, иногда вынужденные десятилетиями морального гнета и унижения. Более того, выжившие их потомки, то есть мы с вами в определенном смысле до сих пор не можем преодолеть последствий 70-летнего правления преступной организации, созданной большевиками, а прошедшие сто лет первой волны эмиграции, увы, приводят теперь опять к тому, что страну покидают наиболее талантливые, активные, а главное, молодые люди. Как вы помните из священных книг, Моисей водил свой народ по пустыне всего 40 лет. Сколько же придется нам ждать, чтобы избавиться от пороков прошлого, а теперь уже, к сожалению, и настоящего. Следующий. Дальше. Благодарю всех за внимание. Особая моя благодарность Татьяне Декапетшиц и Мурату Валиеву за помощь в сборе материала. Всего. Спасибо, Сергей Иванович. Сейчас у нас доклад Ирины Крайневой. Это Институт системы информатики имени Яршова Сибирского отделения Российской Академии наук Новосибирск. Называется доклад из истории семьи Ржановых Араненбаумский Плацдарм. Ну, что такое Араненбаумский Плацдарм все более или менее знают. Но я думаю, что... Ирина, включите ваш микрофон, пожалуйста. Включила. А все. Вам слово. Спасибо, коллеги. Мне, конечно, трудно говорить о Ленинграде, о войне перед питерцами. Так что простите мне мои какие-нибудь огрехи. Доклад этот возник... Пожалуйста, можно презентацию поставить. Возник в результате некого проекта, который мы выполняем с коллегой из Института истории, мы рассказываем о людях, именами которых названы институты, некоторые институты сибирского отделения, в частности, Институт физики полупроводников. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. назван именем Анатолия Васильевича Ржанова, академика, физика, он специалист в области полупроводников, диэлектриков, начинал с этого. Собственно, я взяла небольшой сюжет из истории этой семьи, именно сюжет военного времени, и я скажу, чем он меня захватил. В общем, вся эта семья как раз в годы блокады оказалась на Аронинбамском плацдарме. И Василий Михайлович, отец, к сожалению, мне не удалось добыть других фотографий этой семьи вот этого времени, только отца и старшего сына, как раз Анатолий Васильевич Василий Михайлович, кадровый военный, он окончил Ташкентское юнкерское училище еще до Первой мировой войны, воевал в Первую мировую, затем стал красным командиром, и вот в Питере он служил в Ленинграде военно-медицинской академии. А его сын, он вообще чисто штатский человек, и Елена Викторовна, переводчик, его жена, и вот младший сын, кстати, Юрий Васильевич, он как раз тоже был курсантом военного училища имени Фрунзе. И вот они двое, это были не случайно на Рейненбамском плацдарме, а вся остальная семья попала туда, ну, конечно, я думаю, что и всеми ими двигали патриотические чувства, но, тем не менее, был и другой мотив. Это был мотив спасения от голода в городе. И вот по идее одного из политологов американских бостонского, в частности, Джона Геринга, эту ситуацию, если бы нашлись еще подобные случаи, можно было рассматривать минимальное или максимально подобное. Я пока что не нашла. Это вот такой, на мой, в моем опыте единственный случай, когда вся семья вот таким образом оказалась на фронте. и здесь я скажу, что в 41-м году уже зимой по льду Юрий Васильевич Иржанов, младший Иржанов, покинул Рейниенбауский Плансдарм, потому что нарком БМФ Кузнецов, узнав о том, что курсантов отправили совершенно неподготовленных молодых ребят на фронт, он, в общем-то, распорядился многих снять. И так вот они были сняты с фронта, отправленные на большую землю, и Юрий Васильевич погиб где-то в Харьковском котле летом 42-го года. Судьба его неизвестна, к сожалению. Как, несмотря на то, что старший Иржанов, в общем-то, дослужился до генеральского чина, но никакие его связи, никакие контакты не помогли восстановить судьбу сына. Далее, пожалуйста. Литература и источники. В общем, основным источником для моего повествования были воспоминания Анатолия Васильевича. Он их записал уже практически в конце жизни. Ну, и, конечно же, историография, блокады, это не подъемная совершенно тема. Тут отдельный доклад можно сделать. Ну, вот вы видите хотя бы отчасти какими источниками я пользовалась, и я хотела бы обратить ваше внимание вот на двух авторов, это Ломагин и Солонин. Я считаю, что это равноценные, конечно, историки, и различия между ними только, на мой взгляд, в эмоциональной составляющей. Ломагин более сдержан в своих оценках, а Солонин эмоционально направлен, но и тот, и другой пользуются, источниками. И Ломагин еще и много сделал для того, чтобы опубликовать эти источники, но это вы все, я думаю, знаете и без меня. И вот в самом конце я хочу обратить внимание на энциклопедию для детей издательства «Аванта плюс», которое, на мой взгляд, первое обратило внимание на то, что все-таки блокада это не совсем блокада, а, значит, там буквально следующее написано, город был окружен суши, то есть оставалось вот эти 60 километров Ладожского озера, и дальше мы увидим, почему для меня вот этот факт важный. Далее, далее, да, значит, семья оказалась в Ленинграде незадолго до войны, минуту назад, индустриальный институт, значит, сюда Анатолий Васильевич поступил на электрофизический факультет, окончил его, видите, диплом с отличием, и дата на нем, посмотрите, какая интересная, 4 декабря 41-го года, то есть шла блокада, но еще шли занятия, и люди получали дипломы, и причем вот он окончил так хорошо. Что ему помогло находиться вот там в армии, это вневойсковая подготовка, которая была в институте, ну и плюс в детстве он сопровождал отца, очень часто на полевые сборы летом, то есть имел какой-то опыт. Сам он был не военно обязанным, хотя с успехом проходил какие-то определенные этапы военной подготовки. Дело в том, что в молодости он не то, что он ввязался в драк, но как он рассказывает, напали хулиганы, в общем практически выбили ему левый глаз, он был непригоден к службе, и его как только обнаруживалась вот эта медицинская проблема, его тут же комиссовали, тем не менее. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. Значит, вот эта карта, нет, минуту назад карту, пожалуйста, да, вот эта карта хорошо знакома всем ленинградцам, ленинград, ленинбаловский плацдарм, и вот этот вот лисий нос пятачок, с которого зимой 42-го года младший ржанов перебрался через Кронштадт к отцу на фронт, и он решил для себя, что это будет для него спасение от голода в городе, вот сюда перебраться на фронт, то есть, таким образом, он, на мой взгляд, первый раз прорвал вот эту блокаду. Далее, следующий слайд. А что было в городе? Все вы хорошо знаете, что было в городе, но вот вот эта цитата из воспоминаний Анатолия Васильевича, я ее привожу полностью, он говорит, что я никак не могу понять, то есть, это он уже человек прожил жизнь, и он пишет, я никак не могу понять до сих пор, в 2000-м году, почему наша семья, да и все другие известные мне семьи оказались так плохо подготовленными к началу войны, тогда буквально ни у кого ничего не было, и отсутствие этих запасов привело к тому, что мы с мамой начали голодать по-настоящему уже в сентябре, это тем более удивительно, что родители-то наши имели опыт разрухи после гражданской войны, и даже позже, на тамбовщине, в начале 30-х годов, был серьезный голод, который мы видели воочию, и никаких выводов из того, что уже попахивало порохом, они не сделали, но я думаю, объяснение этой ситуации, объяснение может быть несколько, это и какие-то индивидуальные причины, допустим, нехватка средств элементарной, или какая-то интеллигентская рефлексия, но самая главная причина, я думаю, была именно в том, что малой кровью на чужой территории, поэтому отчасти были не готовы люди, о которых мы читали Войновича, ученки, надо начинается война, что первым делом спички мыла, что там еще, соль, далее, так вот, в январе 42-го года, как я сказала, 42-го, через Лесиноск, Кронштадт, расположение, он попал в расположение бригады, причем каким-то образом он нашел начальника финансовой части, вот этой отдельной морской бригады, которой командовал отец, уговорил его, это было ведь еще нельзя, значит, ему выправили какие-то документы, что он якобы там какие-то приборы едет, настройщик приборов, и он боялся, что его могут завернуть, но тем не менее, он туда попал, он там отъедался месяц, рассказывал, на фронте ничего практически не знали о том, что происходит в городе, и вот он рассказывал отцу, значит, летом, в июне 42-го года они и каким-то образом Елену Викторовну перетащили в расположение вот этой вот отдельной бригады, тут я хочу сказать, что не только поражают вот эти семейные связи, заботы друг о друге и попытки спасти друг друга, помимо, конечно, всех патриотических порывов и сражений, когда младший Ржанов попал на фронт, он, вот эта вневойсковая подготовка, которой, может быть, не владели морпехи, как их сейчас называют люди, в общем-то, пригодные для морской службы, но не для пехоты, он подружился там с офицерами молодыми, они образовали неформальную группу и через вот Анатолия как бы транслировали эти молодые офицеры свои идеи командиру, потому что иерархия была очень строгая и вряд ли бы их кто послушал с их идеями, а вот тут вот так удачно все сложилось. Он ходил в разведку, он был контужен летом 43-го года и отец организовал ему поездку в Ленинград на консультацию, то есть сначала его посмотрели врачи в Ленинграде, потом его вывезли в Москву, в Москве он лечился и туда привез письмо от своего сослуживца отцу Иосиловичу, директору авиационного завода лет 43-го года, уже шла реэвакуация частично, и вот Иосилович помог Анатолию Васильевичу получить прописку в Москве, таким образом он поступил, я еще раз повторяю, он был не военнообязан, он добровольно находился на фронте, и вот эта контузия она совершенно ему ни с какой стороны была не нужна, и он мог ее не получить. Устроился в физический институт имени Лебедева, в инсионном Ази Чувулу, и ему пришлось вернуться в декабре в Ленинград на Рейненбаумский тот же плацдарм, он поехал в Ленинград просто за теплыми вещами, в декабре, да, он приехал летом, а оказался зимой в Москве, теплых вещей нет, поехал обратно, и когда оказался на Рейненбаумском плацдарме, то узнал, что вот-вот будет новое наступление зимой с 44-го года, в январе, он не мог, конечно, пропустить это действие, он там остался, и вот еще новое осколочное ранение в ногу, и это ранение, в общем-то, его доставало всю жизнь и в могилу свело, в конце концов, потому что открылась старая рана, уже в последние годы жизни, и вот здесь ему очень помог, господи, я выговорить не могу, Джанелидзе, имя, отчество грузинское, начальник кафедры госпитальной хирургии военно-морской академии, академика медицинских наук впоследствии, вот этот врач применил импортные антибиотики, чтобы ликвидировать свеч, который постоянно проявлялся, таким образом, в общем, вот эти вот связи, и связи отца, и связи новые Ржанова, то есть мы видим какую-то человекоразмерность, да, вот в эти суровые годы, люди все-таки, несмотря ни на что, обходили какие-то суровые запреты, помогали друг другу, друг другу, следующий слайд, пожалуйста, да, вот посмотрите, этот мальчик, кто бы мог подумать, да, вот модная прическа по тем временам, очочки такие в тоненькой оправе, пухлые губы, такой весь, себя, ну просто мальчик, который ходил в разведку, убил кинжалом такого же солдата немецкого, когда напоролся на заставу, и таким образом, в общем, остался жить. Орден Отечественной войны второй степени, вот наградной лист, который я скачала с сайта «Подвиг народа», ну и медаль за оборону Ленинграда. Анатолий Васильевич вспоминает, что якобы отец писал представление на другие награды, ну документы то ли потерялись, то ли кто-то сказал, что он из начальства, что вот отец сына выдвигает, ну в общем, вот этот приказ, я уже сказала, мая практически не победы 45-го года, но тем не менее какой-то заслуженную свою медаль получил молодой человек. Далее, пожалуйста, следующий слайд. И вот те диалоги и сетевые связи, которые удалось выявить, изучая вот этот короткий отрезок биографии, это семья, профессиональное сообщество, это партия, как пишет Анатолий Васильевич, что под давлением отец вступил в партию, но и вступил и сын, ну и плюс вот эта неформальная еще сообщество молодых офицеров, которые пытались свои идеи продвигать через ординарца командира. В конце концов, отец сделал его ординарцем. Это было после того, когда они узнали о том, что Юрий пропал без вести, то есть отец боялся потерять и второго сына и держал его некоторое время при себе. Но это было довольно тоже нелегко для парня, которому с каким-то с грузом, с автоматом. Отец, командир, шел налегке, а тот нес всю амуницию, вооружение, чтобы сопровождать его вдоль фронта 25-километрового. Когда-то Николай Иванович Муралов, известный деятель военный, помог отцу в 23-м году его пытались засудить. Вот Иосифович Иосифович и тот самый директор, Вулбинсон Моисеевич, будущий научный руководитель, и Джина Лидзе и Устин Ивлианович. Вот эти люди, ну и это те, которые названы в воспоминаниях Анатолия Васильевича и, может быть, кто-то был еще другой. И дальше, пожалуйста, память о которых не сохранена. Ну вот несколько фотографий уже послевоенных. Анатолий Васильевич, возможно, еще член-корреспондент, впоследствии академик. Это вот семья, значит, отец Василия Михайлович, мать Елена Викторовна. Это Елена Сергеевна, жена Анатолия Васильевича и Елена Анатолия дочь. Она живет в Новосибирске. Юрий Анатолий еще живет сейчас в Соединенных Штатах. Это дети уже Анатолия Васильевича. Ну и вот это вот любопытная фотография, где Василий Михайлович с собакой, овчаркой, как рассказывали мне члены семьи, что вот это щенок от немецкой овчарки, которая перебежала линию фронта от немцев к нашим и у нее были щенки, вот этих щенков разобрали и вот один из них жил в семье Ржановых уже после войны, это послевоенная фото. Ирина Бремя. Да, последний слайд, последний слайд, это жанр повествования, консексуальная германистическая биография и методы, которые я применила при исследовании, но я думаю, все это вы прочтете в тексте, который будет представлен в сборнике. Ну, вот в общем-то и все. Я еще хочу сказать пару слов по поводу вот самого текста, который отвергнут был одним журналом, сказали мне, что это не наш формат, потому что рассматривается критически блокада ленинградская и институт физики полупроводников, которым я тоже показала, сказали, мы не можем поддержать ваш доклад, но не можете, не можете. Так что можно сказать последние инстанции. Спасибо. Я закончила. Спасибо, Ирина. Следующий доклад, следующее сообщение под интригующим названием биография Максима Горького «Белое пятно польской русистики». Делает Петр Глупшковский, это Варшавский университет Польши. Пожалуйста, Петр. Добрый день. Большое спасибо, что меня пригласили. Я очень рад, что в такой ситуации, в которой мы живем, вы приняли решение, чтобы провести эту конференцию в режиме онлайн. Мне кажется, что это правильное решение. Мой доклад касается Максима Горького, и, конечно, я не буду говорить про биографию Горького, которая всем более или менее известная, а хотел бы задуматься, почему в Польше нет биографии Максима Горького, несмотря на то, что биографии практически всех, не только крупных, но даже не самых известных писателей русской, советской литературы уже давно были созданы польскими русистами, польскими филологами, историками литературы. Впервые я хотелось бы рассмотреть, пожалуйста, второй слайд, каким образом поляки относились к Горькому, какое было восприятие Горького в Польше. Горький стал в Польше известным практически срамом. Сразу, когда он начал писать, напомню, что первое произведение Горького это 1892 год, уже в 1997 году у него первые сборники. в Польше первые переводы были выпущены несколько позже, в самом конце 19 века, уже в начале 21 века, он был одним из самых популярных русских писателей в Польше. в Польше. Стоит вспомнить, что, например, одно из самых известных произведений Горького «Песнь о буревестнике» дождалось 12 переводов разных авторов. Он был очень популярным, особенно во время 1905 года. В Польше революция 1905 года проходила относительно на Бурно, особенно на юге западной части русской империи, в Уодии, в Варшаве. И там именно Горький был очень популярным. Он тоже был популярным, это тоже важно, кажется, сказать. Очень популярными были его пьесы, которые ставили в польских театрах на территории не только русской империи, на польском языке, конечно, в Вильне, в Варшаве, но тоже и на территории немецкого государства, например, в Познании. И они были тоже очень популярными в Австро-Венгрии на польском языке, шли его пьесы в Кракове и во Львове. Пожалуйста, следующий сайт. Второй период эмиграции, восприятия Горького в Польше, это времена между Первой и Второй мировой войной. В 1918 году Польша стала опять независимым государством и на польско-российские отношения повлияла прежде всего польско-большевицкая война 20-го года. После этой войны практически в Польше не переводились русские писатели. Горький все равно был популярным и известным, его показывали многие польские публицисты, особенно правые публицисты, как Герольда анархизма, как эпигона Достоевского и Толстого. Это, например, мнение здиарского известного польского публициста. Горький в это время вызывал очень много эмоций. В Польше практически никто не знал, кроме узкого ряда литературоведов и людей, которые профессионально занимались ситуацией в Советском Союзе, например, разведки, какое было мнение Горького насчет революции 1917 года, особенно октября 1917 года и переворота, что он ругался с большевиками. Практически никто не знал несвоевременных мыслей Горького, которые выходили до 1921 года в газете «Новая жизнь». Он конечно выходил, его книги конечно выходили, даже какие-то переводы появлялись новые, но это было выпущено очень малым тиражом, обычно через польских коммунистов. Пожалуйста, следующий слайд. Третий период, это период после Второй мировой войны, когда Польша, Польская Народная Республика, такое официальное название, стало одной из социалистических стран и конечно во многих отношениях зависело от Советского Союза. В эти времена Горький стал одним из самых популярных советских писателей в Польше. Очень качественно было подготовлено собрание сочинений Горького, 16 томов произведений, прежде всего на основе 30-тонного собрания сочинений, который был издан в 1953 году в Советском Союзе. Горьким занимались в это время известные польские филологии, хорошие переводчики, которые были тоже известны на Западе. Я приведу только несколько известных фамилий Ежелинарчик, Ренес Львовский, Францишек Селицкий. И немножко удивляет, почему в это время, когда Горький является одним из самых популярных писателей, когда переводы Горького изданы очень большим тиражом, не было создано польскими литературоведами, историками литературы, биографии Горького. По всей видимости, если посмотрим на фамилии, биографии людей, которые занимаются сотворчеством Горького, это было связано с тем, что они были очень честными людьми и не знали, как в своих книгах описать отношение Горького к большевикам до возвращения его с второй эмиграции. Кроме статей, кроме сборников документов, кроме 16-томного собрания сочинений, нет материалов посвященных Горькому, нет биографии прежде всего Горького. Материалы, конечно, есть, много статей, которые анализируют произведения Горького, но нет биографии, даже нет переводов биографии, кроме одного короткого, который был издан в 1953 году. Пожалуйста, следующий слайд. Четвертый период восприятия поляков творчества Горького, это с 1989 года, когда Польша стала уже вполне независимым государством, до сегодняшнего дня. Мы можем говорить о отсутствии интереса польских литературоведов, польских историков литературы, которым кажется, что уже все про Горького было сказано до 1989 года. Очень много мифов связанных с творчеством, деятельностью жизни Горького. Для многих он кажется просто писателем соцреализма. Практически никто из полских литературо-ведов, даже в книгах для студентов русистики по истории литературы, нет практически информации про его деятельность до 1917 года. Для многих это писатель в каком-то смысле без биографии, потому что все уже сказано. Он просто был одним из большевиков, он сотрудничал со Сталином, он был другом Ленина, и нет смысла, чтобы далее заниматься Горьким. Это мнение многих польских литературоведов. Конечно, это связано с мифами. Следующий слайд, пожалуйста. Многие могут сказать, что это связано с тем, что в Польше русская литература не популярная сейчас, или не была популярной вообще. Это, конечно, неправда. Русская литература в Польше одна из самых популярных, и на это не повлияла ситуация начала 90-х годов, когда, например, поляки перестали приезжать в Россию, раньше в Советский Союз. Очень много переводов, не только современной литературы, но тоже классики. Как пример могу привести Михаила Булгакова. Его книга считается по многим опросам в Польше мастери Маргарита, я имею в виду, самой популярной книгой зарубежного писателя, она дождалась в прошлом году седьмого перевода, очень качественного перевода, потому что эти самые лучшие польские переводчики. Очень много биографий русских писателей, я не имею в виду только Достоевского, Толстого, Пушкина, значит, классиков русской литературы, но это тоже второстепенные писатели, которых биографии даже нет в России, как пример могу привести Фадзия Бугарина или Осипа Сенковского, которые в Польше дождались биографии. Очень много переводов биографии русских авторов, например, про Бугакова переведена книга Варуамова, переведена книга «Только что она вышла Чудаковой», переведена книга Бориса Соколова и, конечно, многие книги польских авторов. Следующий слайд. Пожалуйста. Поэтому возникает вопрос, почему нет биографии до сих пор? Кажется, что просто Горки не вызывает интереса у польских исследователей. Это связано с тем, что они слишком мало знают про Горкова, что слишком много мифов уже народилось за последние 90 лет творческой жизни Горкова, даже больше. только что мы отмечали 150 лет со дня рождения Максима Горкова. Люди, которые знают творчество Горкова, по всей видимости, не решают, чтобы заняться этой темой, потому что слишком много материала. За последние 25 лет сотрудники архива Горкова в Имлиран издали 25 томов переписки Горкова, которая практически не была опубликована раньше. Очень много материалов. Каждый год проходят конференции не только в Имлиран, но тоже и горковские чтения в Нижнем Новгороде, тоже горковские чтения в Казани, практически во всех городах, которые каким-то образом были связаны с Максимом Горким. Это без сомнения сложная и неоднозначная личность. Кроме того, я подозреваю, что многие польские историки литературы подозревают, что в связи с тем, что другие писатели, которые знали Горкова, очень хорошо освещены, например, Бунин, про него в Польше опубликовано три или четыре биографии, сразу после выхода книги будут появляться книги, почему жизни, отношения Горкова и Бунина плохо освещены. Почему Горкий Андреев так мало информации? А это была настолько сложная личность, которая только встречалась с другими писателями, что нет возможности, чтобы под одной обложкой в одной книге все важные события из его жизни, из его деятельности литературы поместить в одной книге. как я уже сказал, для большинства польских, может это слишком сильно будет звучать, может нет литературоведов, но студентов русской филологии это не классика, а это какая-то часть социализма, который польские студенты очень не любят и не считают классикой, уже не говоря про то, что они совсем не знают творчество Горького до 17 года, кроме каких-то лозунгов. Следующий слайд, пожалуйста. Это не означает, что Польша совсем горький неизвестный, нет вакуума, нет пробела, потому что место, которое должны заполнить историки литературы, заполнили писатели и журналисты. Я имею в виду известного польского писателя Юзефа Хэна, Сильву Фролов, Адама Михника, который, кажется, в свое время даже выступал на йоховских членях, Марьяна Схоженя или переводы писателей из других языков, как, например, из венгерского Шпира Диаволина. Я посмотрел, что в прошлом году эта книга тоже вышла на русском языке. Следующий слайд, пожалуйста. Это как раз Юзеф Хэн, известный польский писатель, который заслужил много премий, в том числе был номинирован тоже до самой известной премии за польскую книгу Ника несколько раз. Он создал в 90-е годы, в конце 90-х годов, в 99-м году книгу «Тетради профессора Те». Очерки профессора Те, записки профессора Те можно перевести название этой книги, в которой два сюжета. Первый это история американского слависта, который приехал в Варшаву, а вторая, которая вызывает наш интерес, это история Горкова, которую как раз хотел написать этот славист в своей книге. Хэн, писатель, который прекрасно знал русский язык, он родился еще во время Второй мировой войны, как молодой человек, жил в Советском Союзе. Он ссылается на многие источники, прежде всего источники письма русской эмиграции, которая жила во время второй эмиграции Горкова в доме Горкова, как, например, Ходосевич, как, например, Берберова. Хэн пытается понять Горкова, почему он вернулся в Советский Союз, почему он решил сотрудничать с большевиками, несмотря что знал, что происходило в Советском Союзе в начале 20-х годов. Его интерес привлекает тоже вопрос, какие были отношения Горкова и Ленина. Он считает, что это единственный писатель, который знал хорошо лидера большевиков, а даже, пишет Хэн, его понял. К сожалению, по мнению Хэна, первый вариант очерка Горкова про Ленина, а также и второй, не являются истинными. Если бы он решился написать о своем Ленине, я цитирую, это была бы книга о человеке, который решился похитить огонь, но просчитался. Вообще целая идея была по мере человечества. Ленин взял на себя огромное бремя и погиб, подавленный этим тяжким бременем. Крах погибшего организма это настоящая причина болезни, утверждал Хэн. Хэн пытается как писатель с большим опытом понять Горкова. Следующий слайд, пожалуйста. Это книга Сильви Фролов. Это польский журналист, писатель, прежде всего известна как автор биографии про Феликса Держиницкого. Эта биография даже переведена на русский язык. Эта книга это очерк о восьми известных людях в Советском Союзе. в том числе например про Бориса Савинкова, про Парвуса, но самый большой очерк касается Максима Горкова. Это конечно написано популярно научным языком, но мне кажется, что это очень хороший материал, чтобы возбудить интерес читателей Горкому, чтобы потом посмотреть и на другие, хотя бы почитать произведения самого Горкова. Следующий слайд, пожалуйста. В Польше за последние 30 лет практически не было переводов книг Максима Горкова. Это единственное исключение. В эту книгу вошли высказывания Горкова про писателей, так называемые литературные портреты, которые частично были уже раньше опубликованы, но самым важным и интересным кажется что впервые практически полностью опубликованные несвоевременные мысли Максима Горкова. Для многих польских интеллектуалистов это было шоком, что прекрасно показывает мнение Адама Михника, который был автором вступительной статьи в этой книге. Михник, который сам про себя говорит антисоветский русофил, который является хорошим знатоком русской литературы, очень удивился, что Горкий является совсем не таким человеком, каким он его запомнил со своей юности. Михник долгое времена не возвращался к творчеству Горкого, потому что был убежден, что это культурное лицо титурирую «Сталинской политики убийства и унижения русской культуры». Он подчеркивал, что польская интеллигенция знает только, пишет Михник, икону сталинской литературы, скучного и опадлящего певца советского коммунизма, которого книги заставляли читать в Польской Народной Республике. Поэтому он очень удивился, какое было действительное отношение Горкого к большевикам, и мне кажется, что это прекрасно показывает, что даже человек, который прекрасно знает русскую литературу, может найти совсем что-то неожиданного. Это для него является шоком в творчестве Максима Горкого. Это, конечно, только 58 очерков, которые были изданы в этом цикле «Несвоевременные мысли». Следующий слайд, пожалуйста. Еще одна книга, которая касается Максима Горкого, это книга Марьяна Схоженя, это тоже журналист, который занялся темой строй... Я говорю «Время». Да-да-да, еще две минуты. «Стройкой Беломорско-Балтийского канала». С точки зрения Схоженя Горкий как раз организатор этой стройки, он легализировал эту стройку для Запада. Следующий слайд, пожалуйста. Мне кажется, очень важно поставить себе вопрос, как довести сведения о Горком, настоящем Горком, польским читателям. Я не скрываю, что сам планирую в будущем, но я думаю, что это как минимум 4-5 лет, несмотря что я уже несколько лет работаю и в архиве Горкова, и читаю Горкова, но понимаю, насколько это сложная задача. Как довести? Во-первых, показать, какие были отношения Горкова к Польше и сколько было встреч Горкова с поляками. Например, многие не знают, что Горкова на Капре посещал как раз упомянутый нами Феликс Держинский, что к нему приезжал Бжозовский, что у него была переписка с Марьяном Сдельховским, известным польским профессором, который даже в свое время был выдвинут на пост президента Речи Посполитой. Надо показать польским читателям и не только в биографии, а тоже в каких-то популярно научных статьях значение Горкова для русской литературы и культуры, тоже значение до 1917 года, показать отношения к революции и большевикам. Первая попытка была уже сделана кафедрой русистики Варшавского университета. Мы провели конференцию, связанную как раз со 150-летием со дня рождения Горкова в Варшавском университете, но, к сожалению, польские русисты практически не приняли участие. Приехало очень много людей из Запада, которым Горки являются очень популярной личностью, которой много исследователей Горкова, много горковедов, приехали коллеги из России, поляков было очень мало. Что очень важно, мне кажется, появляются в Польше молодые исследователи, аспиранты, которым творчество Горкова нравится, по крайней мере, которые считают, что творчество Горкова, деятельность очень важно для русской литературы. Я надеюсь, что Горки сможет дождаться не только одной биографии, а намного больше, потому что, как я уже сказал, это очень сложная личность. Спасибо большое. Спасибо, Петр, очень интересный доклад, на мой взгляд. Следующий доклад Юрий Мальцев, это НДО, я не знаю, как расшифровывается эта аббревиатура, какое-то добровольное общество, видимо, охрана памятников русской культуры, в Эстонии. Доклад называется «Опыт реконструкции биографии пятикратно выжившего штабс-капитана». Пожалуйста, Юрий. Какие-то проблемы со звуком, по-моему. Да, звука нет. Вас не слышно. Юрий, вас не слышно. У вас, по-моему, не подключен звук. Алло. Да, звук ваш не слышен. Митя, что там со звуком происходит? «Опыт?» Наш технический модератор просит... Да. Юрий, простите. наш технический модератор просит перезапуститься вам в Zoom, а пока предложите следующий... Пока налаживается ваша проблема со звуком. Ну-ка, нет, что-то со звуком не то. Чуть-чуть... Технический модератор просит... Да. Юрий, простите. Наш технический модератор просит перезапуститься вам в Zoom, а пока предложите следующий... Хорошо. Пока налаживается ваш... Да, то есть вы попробуйте сейчас пока выйти и вновь войти в Zoom. Хорошо? А тогда следующий докладчик у нас последний докладчик этого... этой сессии, этой панели. Это Татьяна Шманткевич, Социологический институт Российской Академии Наук Петербург. Женские интервью на темы перестройки в Ленинграде. Ценность нарративов для исторической памяти. Пожалуйста, Татьяна. Добрый день. Можно сразу поставить заставку презентации. Я сегодня хочу представить первые результаты проекта «Женские интервью на тему перестройки в Ленинграде». Проект был придуман в 2017 году Татьяной Косинова и мной и первоначально было решено брать интервью у активных участниц перестроечной городской жизни. В качестве исследовательского инструментария предполагалось использовать концепцию коллективной биографии. Но затем, желая расширить палитру женских интервью, мы отказались от обязательного критерия участия в общественно-политической жизни города. И более того, в разговоре с собеседницами мы старались избежать самого слова «перестройка», просто говорили о жизни и просили сравнить первую-вторую половину восьмидесятых. Изменение критерий отбора привело к тому, что наших информанток стало объединять лишь проживание в годы перестройки в одном городе. При таком раскладе коллективная биография, выстроенная на базе интервью, просто стала бы распадаться. Поэтому на данном этапе работы с биографическим материалом я ограничиваюсь конструктом жизненного пути популярного со времен Чикагской школы социологии именно для исследования меняющихся обществ. А сегодняшнюю презентацию я предлагаю в виде ретроспективного отражения периода перестройки сквозь парадигму жизненного пути. Пожалуйста, следующий слайд. Доклад построен на интерпретации 10 интервью, записанных мной в 2017 году. Все информантки имеют высшее образование, профессионально состоятельные. цель презентации не рассказать о моих героинях, но показать то разнообразие сторон жизни общества, что раскрываются через женское интервью. Из 10 рассказчиц только одну можно отнести к активным участницам общественно-политических событий перестройки. История Валентины Сергеевны Тереховой это история очень успешной женщины, в середине 80-х годов бросившись свою престижную работу в так называемом закрытом почтовом ящике, и ушедшись с головой в общественно-политическую деятельность из-за ощущения абсолютной бессмысленности прежней жизни. Рассказывая о себе, сначала талантливый инженер за свои разработки стал лауреатом премии Ленинского комсомола, затем редактор на Ленинградском телевидении, сначала перестройки и по сей день эффективный менеджер социологических проектов. Валентина Сергеевна подчеркивает, что делает это не из восставства, а чтобы опровергнуть до сих пор бытующее мнение, будто бы перестройку от своей безысходности поддержали какие-то неблагополучные люди. Отдавая должное лидерам перестройки, информантка с особой теплотой говорит об ее рядовых участниках и участницах, которые встречались где-то на улице, в холод, слякоть, расклеивали объявления, листовки. Это все были достаточно благополучные, состоявшие успешные люди по тем меркам. И была масса женщин. Вот звучало такое, что пошли в перестройку какие-то женщины, неудовлетворенные личной жизнью. Допустим, лично у меня не было ребенка, поэтому я могла отдаться делу с головой, но рядом со мной были люди, не меньше желающих перемен, и среди них были люди с детьми, с семьями. Поэтому я хочу сказать вот этим ведущим аналитических передач Вести ФМ, что они все врут про те времена. А дальше я предлагаю посмотреть, как реконструируются те самые времена сквозь призму жизненного пути информантов, не причисляющих себя к активным участницам перестройки. Слайд третий, пожалуйста. Самой старшей героиней нашего проекта на момент записи исполнилось 92 года. Ольга Ивановна Соколова по профессии архитектор в начале 80-х служила в ленграждан проекте. Вторая половина 80-х совпадает с вынужденным выходом на пенсию, нужно было ухаживать за больной мамой, что не могло не повлиять на восприятие перестроечного периода и в целом на оценку десятилетия как тухлого или тусклого. Сначала постепенно стали исчезать продукты. Иногда в институт привозили какой-нибудь творог или что-то другое, я как раз вышла на пенсию, мне звонили, приезжаем, нам привезли кильку. Помимо трудностей с продуктами, вспоминается повальный интерес к политике, который раньше интересоваться было неприлично и небезопасно. А тут стали показывать по телевизору съездом, и вот действительно возник какой-то интерес, люди чувствовали, что что-то меняется. Я помню в доме отдыха была, в доме архитектора в Пушкине. Тут нет бы пойти погулять, нет, мы к телевизору прилипали и слушали, кто выступал. Во многом схожая характеристика десятилетия в Нарателе самые младшие участницы проекта Гули Султановой, сейчас известной в городе ЛГБТ активистки, а на начало перестройки Гули исполнилось всего 10 лет. Общая детская аллюзия на 80-е ощущение упадка и развала. Собственно, мы играли на свалках. Там, где сейчас шикарные бизнес-центры, тогда были какие-то пустыри, заброшенные фабрики, очень такие странные места, в которых можно было играть, там быть детям или еще в кого-то. В целом от города у меня ощущение огромной помойки. И по жизни моей семьи, если взять материальную сторону, то это был тоже полный упадок. Когда мы с мамой ходили в магазин, это был ужас. Мне это был самый депрессивный момент в детстве. Другой депрессивный момент в воспоминаниях совершенно авторитарная школа. А события собственной перестройки в Нарадин возникают с оживляжа на радио. Именно так характеризует более первое выступление Горбачева плюс радиотелевизор. О, это было очень важным источником и, конечно, многое перестроечное появилось именно в телевизоре. Да, там, дискуссии, взгляд, это просто о. В школе в середине 80-х с приходом новой учительницы вдруг стало интересно ходить на уроки истории. Отдельно стоит рассказ о решении не вступать в комсомол, который все годы воспринимался уже как отстой, но при приеме в институт быть комсомольцем все еще оставалось плюсом, поэтому отказаться вступить в комсомол было поступком, повышающим самооценку. Свой позитив есть и воспоминаниях Ольги Ивановны. Я-то, лично уходя на пенсию, стала больше заниматься живописью, акварелью. У нас в Союзе в Доме архитектора выставки были. Вот именно эти между собой в Доме архитекторов вспоминаются как самые солнечные моменты восьмидесятых. Уже начались поездки за границу, да, это очень важный момент. И вот кто-то съездил, слайды привез и нам раскатывал. Мы с удовольствием слушали, это было так уникально и интересно. Несмотря на то, что Ольга Ивановна вышла на пенсию, ее профессиональная, пусть и несколько переформатированная жизнь занимает достаточно места в ее воспоминаниях. Я не случайно чуть ранее проговорила, что речь пойдет об интервью с профессионально состоявшимися женщинами. Поэтому весьма ожидаемо, что их нарративы не совпадают с клишированным взглядом на женские воспоминания, как на рассказ о семье или о браке, в отличие от мужского воспоминания, как рассказ о профессии. Именно в годы перестройки профессиональная самореализация оценивается большинством информантов очень высоко, как новый качественный виток. Но все же особенность женского интервью существует, даже рассказывая о профессиональном, женщина цепляет очень много личного и контекстуального. Пожалуйста, следующий слайд. Ольга Константиновна Каракинская в годы перестройки работала научным сотрудником исследовательского института НИКСИ. В ее воспоминаниях описание города неотделимо от темы профессии. Город вспоминается тяжело, но, во-первых, коммунальный быт, подъезды с темными лестницами. И так получилось, что наша лаборатория, поскольку она была открыта уже на фоне вот этой депрессии, в буквальном смысле скиталась по подвалам. И когда НИКСИ сидела во дворе Боблинских, там, где сейчас факультет свободных искусств, мы тоже сидели в подвале с крысами. Посреди этих облупленных стен вдруг какая-то лепнина. Или у нас была красная гостиная, там сохранился что в такой златотканный, потертый такой, но все-таки. И вот этот контраст в одном и том же здании. Абсолютно блеск и нищета, и НИКСИ, и всего остального. Нищета принимает в нарративе функцию нормы. Из интервью норма это коммунальная квартира и бесконечная мысль, где взять денег, денег не хватало. Зарабатывать дополнительно не было возможности, поэтому я всю жизнь шила и вязала на всю семью. От трусов до шубы я шила все. Для сравнения я хочу предложить интервью с другой информанткой. Перед нами женщины одного поколения, сходного бэкграунда, нынешний профессиональный статус доктор социологических наук, перестройку обе защитили кандидатские диссертации. При этом Ирина Андреевна Григорьева в своих воспоминаниях акцент делает на ином, на том, что именно в перестроечное время появилась возможность хорошо зарабатывать благодаря своей профессии. В Институте повышения кадров Министерства энергетики довольно быстро сообразили, что к чему, и стали организовывать платные курсы повышения квалификации. А у меня всегда было, мне придумать программу курсов это на раз. Я нормально тогда зарабатывала, когда сейчас вспоминают все эти очереди, талоны, говорят, ну это было ужасно, я согласна, это ужасно, но вот для меня это какого-то эмоционального осадка на воспоминаниях этих времен не оставило. Пожалуйста, пятый слайд. Несмотря на хроническое безденежье, нет ничего депрессивного и воспоминаниях о 80-х у Екатерины Владимировны Дроновой. Будущая заслуженная артистка России в 84-м начинает работать в молодом театре при Лен-концерте, в 89-м переходит в молодежный театр на Фонтанке, где служит по сей день. Нехватка денег, дефицит продуктов вспоминаются как-то легко мимоходом, поскольку главное это творчество и оно было успешным. А на велосипеде бесплатный транспорт можно было уехать в Парк Победы, чтобы подальше от дорог и собрать сныти. Из молоденьких листочков этой травки делался салат, из крупных листочков щи и можно ее было потушить с чем-то. Как яркое событие вспоминаются гастроли молодежного театра в Германии, ставшие первой зарубежной палесткой для Екатерины. Вспоминаются как культурологический шок и первый потребительский загул. Я помню, что мы покупали магнитофоны, кроссовки, но все, что подешевле, но чтобы хватило денег на больше. И с каким ужасом я себе представляю, смотрели на нас люди, у которых мы жили, но не совсем с ужасом, потому что девушку, у которой я жила, присылала мне потом посылки, мокровый халат, шарфи, крупу, все. И действительно, все это было надо, и крупа была нужна, и все это. О подобных посылках вспоминает и Татьяна Владимировна Шадрина, для которой ощущение полноты жизни тех лет, процентов на 90, создавала ее работа в Институте образования взрослых. Изучая новаторские инициативы вечерних школ, они много ездили по стране, при этом возникали удивительные отношения, взаимного уважения и поддержки, которая проявлялась в том числе в посылках, отправляемых в Голодный Ленинград. Это были посылки с Украины, из Николаева, с Херсоном. Отправляли трехлитровые банки с подсолнечным маслом, иногда картошку, редиску весной, а однажды в августе, никогда не забуду, прислали 16 арбузов. Ну и вы сами понимаете, как мы их в Институте делили. Пожалуйста, шестой слайд. Воспометание Натальи Александровны Печерской и Надежды Валентиновны Слепковой я объединила в кейс, связанный православной тематикой. Для Натальи Александровны это история оснований высшерелигиозной философской школы, для Надежды Валентиновны историю ее воцерковления и рассказ о том, как менялась картина православной жизни города именно в 80-е годы. Если в начале 80-х на церковную службу приходили только женщины, то с открытием новых храмов появилась молодежь, мужчины, дети. Из микс явления милости Божией и профессиональной истории возникает сюжет материнства. У информантки долго не получалось родить ребенка, но вот после перехода на работу научным сотрудником зоологический институт она отправляется в командировку на Дальний Восток. В этот год продукты продавались по карточкам, а на биостанции как раз закрыли на ремонт единственную столовую и я не имела возможности покупать еду. В результате сотрудники станции меня кормили тем, что добывали ели сами, перебешками, устрицами, медиями и тому подобной морской живописью, живностью, которая оказалась для женского организма чрезвычайно полезной. В итоге 1991 год в официальной хронологии, ставшей временем завершения перестройки в формате жизненного пути остался годом благополучного появления на свет долгожданной дочери. И слайд седьмой как вишенка на тортике интервью с Ириной Флиги, не принимающей конструкта перестройки, а вместе с ним и нашего проекта и наградивший нас как квинтенсенсы феномена перестройки анекдотом, который я вынесла на слайд презентации. Читайте, а я на этом, если исчерпало время, могу закончить, могу показать еще один слайд. Господин модератор. Замечательно, да, замечательный доклад. Наверное, действительно, если честно, хорошо бы на этом остановиться, потому что мы уже немножко сильно выбились из графика, а у нас еще вопросы, которые накопились. А еще, простите, у нас же еще доклад Сергеем, Юрием Альцева. Как у нас со звуком, Юрий? Попробуйте, включите, я включаю вам звук, Юрий. Теперь вроде бы слышно вас. Я слышно, А еще, простите, у нас же еще доклад Сергеем, Юрием Альцева. Как у нас со звуком, Юрий? Я включил звук, меня слышно? Включите звук. Не очень хорошо, но слышно все-таки, слышно, да. Слышно? Слышно, да. Слышно вас? Хорошо, я начинаю. Да, пожалуйста. Да, я не объявил доклад, простите, доклад называется опыт реконструкции биографии пятикратно выжившего штабс-капитана. Это НДО, охрана памятников русской культуры в Эстонии. НДО, это, видимо, какое-то добровольное общество, да? Я начинаю. Да, пожалуйста. Да, я не объявил доклад, простите, доклад называется опыт реконструкции биографии пятикратно выжившего штабс-капитана. Это НДО, охрана памятников русской культуры в Эстонии. НДО, это, видимо, какое-то добровольное общество, да? Да, пожалуйста. Да, я не объявил доклад. Я закрою окно. когда у меня пишут выйти из конференции. Если меня слышно, я могу продолжать. Слышно. Слышно. Хорошо. Вначале академическая небольшая часть меня настроила. Цель работы ставилась возможность восстановления череды основных событий необычной. Если меня слышно, я в биографии нечуждого автора человека, то есть его отца, уцелевшего от репрессии русского офицера до революционного воспитания и военного образования, подпоручика с первых месяцев войны. методом работы был синтез взаимодополнения сведений из семейного архива и открывшихся в мошеносоветский период государственных архивов России и Эстонии. исходный архивный материал обнаружусь в архивах России это РГВА военно-исторический РГВА военный интернет-архив Евуторовска известная как «Тека потерь» и Национальном архиве истории России интересными находками стали военной 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 появлении в архиве РГВА то есть в российском военном архиве коллекции тел по персонали белой северо-западной армии которые родом из Эстонии то есть перемещены директивным путем видимо были туда 50-е или 60-е даже годы это оригинальные дела с эстонскими переплетами эстонскими шифрами но дополнительным штампом архива Октябрьской революции премещены директивным путем эти бомбыли это дела в основном по персональному составу армии автор достаточно много смог оттуда получить свидетель которые отсутствовали в Эстонии и в других архивах но это архивы из Эстонии вторая интересная находка это рабочие анкеты отца то есть так называемая форма 2 советских отделов кадров которые запрашивали у отца при каждом поступлении на работу поменять работу могу вынужден часто как человек неудобный для власти русский офицер да еще в свое время и белый офицер поэтому я был вынужден писать много раз эти анкеты требования к ним менялись и соответственно он писал черновики эти черновики разные по разным требованиям и разного объема и запаса это давало и давало неожиданно много фактического материала который нигде нигде в других местах не присутствует в частности по гирманскому плену вот до названия логерей и госпиталей в результате работы удалось реконструировать биографию офицера так называемой комборды штабс-капитанов по иммиграции этот термин достаточно хорошо известен на Ленинге это сравнительно молодое поколение русского офицерства которые были под поручиками поручиками в самом начале мировой войны и выросли в конце войны до штабс-капитанов не успев и не имея возможности получить следующие чины то чисто формально молодое поколение причина а их страна называть когорты штабс-капитанов поручиками поручиками в самом начале мировой войны теперь что касается самой биографии самой судьбы конечно время не позволяет остановиться на ней подробно там много часть интересных событий нюансов но если по активам то это четверхкратное ранение 21-летнего подпоручика в ночном поиске на германских позициях менее чем через месяц на фронте то есть человек месяц не пробовал на фронте он подготовлен в запасном батальоне как командир пеших разведчиков команды пеших разведчиков он видимо и был этим командиром потому что поиск был ночным позиции были германские он получил судя по ранениям несколько пуль из двух источников видимо пулеметов и в сознательном состоянии попал в плен был вынесен с позиции немецкой позиции немецкими санитарами и так попал в плен любопытно что благодаря интернет опубликованию картотеки потерь удалось выяснить что через полгода после плена он был награжден в России за доблесть уже будучи в плену орденом святого Владимира с мечами и бантом то есть орденом сугубо боевым который получить вне боевой работы было нельзя и это было через полгода после начала плена после этого второй второй вехой была неоднократная попытка побега бежал несколько раз наиболее известны две попытки после первого он был закручен с штрафа простите Сергей ваш звук очень фонит для того чтобы он не фонил надо выключить трансляцию ютьюба у вас одновременно запущен ютьюб и надо выключить этот ютьюб иначе вас просто не слышно или фейсбук может быть у вас включен вам просто надо выключить фейсбук или ютьюб то что у вас включено момент я выключу на минуту звук очень плохо слышно вас из-за того что у вас одновременно включена трансляция фейсбук или ютьюба сейчас я включил трансляцию на экране на конференции на ютьюб я не включал вообще чего не нужно попробуйте продолжить вы выключили что-то да я прошу уважаемые слушатели потерпеть немножко осталось совсем немного хорошо ладно давайте уже медленно меня было лучше слышно давайте продолжить продолжить здесь есть нас всяких нюансов о которых потом в статье дважды попав в штрафное заведение Германия была в плену до конца и когда Германия проиграла войну она выпустила пленных и он попал в Эстонию по пути Петербург домой это было не случайно потому что вообще он был наполовину эстонцев по матери это был несчастный случай брак был в Петербурге она жива в Петербурге через Эстонию немцы выпускали из плена как раз когда он попал в Таллин здесь формировался первый добровольческий отряд будущей милой армии он вступил сразу же туда в первом приказе был и участвовал во всех боях северо-западной армии получил там пятое ранение был линьон с ранением шеи если можно поддержите со слайдами я пока не так быстро и хорошо спасибо и был спасен военспец северо-западной армии он был направлен последний приказ по армии или один из последних в тифозный госпиталь начинавшийся эпидемии Тифа как сервисер от армии опять исполнение исполнение долга заболел там тифом сначала цепным потом возвратным выжил оба раза и дальше мы видим фотографию того же лица Павла Константиновича и вторая фотография на работах в Эстонии у него нансеновский паспорт он имеет право на эстонский паспорт но он как русский гражданин предпочитает нансеновский паспорт пока не кончается срок действия этого паспорта он живет по нему простые грубые работы дальше посоединение Эстонии к Советскому Союзу война и новая коллизия есть воззвание от властей причем и немецких и эстонских разбирать адаптировать принимать в семьи детей партизан это малоизвестная история два слова все не так просто в Эстонии прибыл целый эшелон детей партизан расстрелянных карателями обсяглся в Брянской области возможно где-то еще немцы не знали что с ними делать они не хотели кормить они хотели раздавать местным жителям для прокорма передача детей шла через эстонских властей и удивительный случай весьма юридично корректно все через нотариуса либо до конца войны содержать либо полная адаптация то есть усыновление дочерей семья моего отца девочка следующий слайд пожалуйста вот это я внизу а та самая девочка из концлагеря Кноуга знаменитый концлагер там был прием детей в одной части наверху она потом жила в России и умерла совсем недавно почти на возрасте она не могла жить долго в Эстонии у нее были слабые легкие она стала болеть туберкулезом это тоже реальная история усыновления детей таким образом касавшуюся касавшуюся прямо нашей семьи у меня таким образом сестра уже покойная далее следующий уже без свайда сюжет можно подать следующий свайд но сюжета спасибо Сергей время у нас и у меня конечно путешествующего поколения было тяжкое приключение по соседству становилась штрафная рота советской армии и пьяные и пьяные солдаты двое стали врываться в дом один с автоматом требовать обычного как я сказала мама пьяна и женщин у нас еще и беженцы из города и папа спас положение он же был обученный разведчик пьяные лихоты еще первой мировой войны вот приемом выбил из рук солдата в дом пули прошли в бок у меня на печке в стене следы этих пуль до сих пор я живу в той же квартире на стрельбу прибежали офицеры этого батальона забрали солдат тело кончилось ничем утро батарота ушла офицеры видимо были привычны таким штукам все остались цены это реальность жизни как она есть моя печка тому заволкну и наконец еще одна веха жизни а все вехи большинство из них это возможность реальная перспектива погибнуть на этом переводе последнее тоже удивительный случай около дома видимо зимой 46 останавливается испортившийся виллес дом заходит пока мотор чинится офицер просит традиционно попить поясняется что это советский военный с золотыми погонами уже на плечах и они два фронтовика отец идет офицер оба боевались немцами время ваше уже истекло простите что я вынужден вас прерывать не находит общий язык и офицер говорит отцу я уезжаю я временный военный комендант я передам вам вашу фамилию другому своему преемнику если вас будут вызывать в НКВД не подписывайте никаких бумаг не отвечайте ни на какие вопросы требуйте звонить военному коменданту отец затем там несколько часов на скамейке они отказывались но потом позвонили и они его совершенно чудо отпустили и больше не трогали правда он был при всех властях дворников советские власти немецкие власти снова советские власти был дворником тех же самых городских домов Александр вы не можете я думаю что мы на этом должны все-таки закончить потому что мы уже очень здорово выбились из графика да я прошу наших слушателей извинить меня за то что технические неполадки я включаю звон микрофон Александр вы не можете технические неполадки не позволили нам выслушать этот доклад достаточно внимательно но к сожалению мы уже здорово выбиваемся из графика и еще раз простите нас Юрий за вот техническую технические срывы текст доклада вы же нам пришлете спасибо за внимание сейчас давайте перейдем к вопросам сейчас я открою вопросы которые пришли к нашим докладчикам и на этом мы закончим нашу панель вопросов не то чтобы не то чтобы очень уж мало так сейчас я буду их озвучивать а докладчики на этой сессии попытаются на них ответить итак вопросы к вопросы к Сергею Фокину к первому докладчику нашему вопрос от Владимира Ведерникова о одном из персонажей об одном из персонажей вашего доклада Сергей Иванович о Бородине он Ведерников спрашивает это сын Н.А. Бородина да да понятно еще вопрос от Ирины Крайневой это участница нашего нашей панели вот что она спрашивает точнее замечает Ирина пишет что резник в своей книге это короткая жизнь как ей кажется критически оценивает деятельность Бородина слишком меркантилен и не очень добросовестен что вы по этому поводу думаете Сергей Иванович это по поводу этой оценки одна из возможных оценок на самом деле его активность на посту директора нью-йоркского филиала прикладной ботаники оценивалась действительно очень по-разному но факт остается фактом первые два года он присылал семена он присылал журналы он присылал книги он присылал просто продуктовые посылки в том числе и самому Николаю Ивановичу который его просто просил чернила ручки все что можно нет ничего ну да он сам подчеркивал в переписке с Вавиловым что я обамериканизировался и в этом смысле он всегда имел ввиду так сказать практически выход его активности тем более что у него не было постоянной работы он жил с этих заработков ну вот примерно так ну вот Мурат Валиев тоже замечает что Рерих отрицательно оценивает свои контакты с Бородиным много обещаний мало результатов ну тем не менее он обращался именно к Бородину поскольку это было некоторое связующее звено которое действительно в Америке мог сделать многое поскольку он например с Гувером был знаком еще по России и вот в этом смысле был вхож к будущему президенту понятно понятно еще вот Мурат Валиев задает два вопроса один из вопросов к какому сословию сословию принадлежал Уваров он был тоже казаком как и Бородин или видимо да но по личному делу студенческому который я смотрел отец его был банковским служащим это собственно ничего не говорит о происхождении но сословие это не говорит да в Уральске он работал в банке ясно и второй вопрос тоже от Мурата Валиева где хранятся фотографии экспедиции 1907 года и кто автор этих фотографий в основном я думаю что Бородин часть этих снимков ко мне пришла от дочери Шица один из приведенных в презентации из книги воспоминаний Бородина опубликованных четыре года назад его детьми но к сожалению там очень непростая история поскольку они вернулись к фрагментам его воспоминаний через 50 лет перевели их на английский и издали не всегда очень хорошо понимая что они собственно издают поэтому книжка получилась весьма фрагментарная и в некоторых местах даже не совсем соответствующая действительности но тем не менее вот это реально его голос дошедший до нас практически через столетия понятно еще один вопрос поступил от Надежды Слепковой она спрашивает кто был инициатором уральской экспедиции замечает и замечает что в то время насколько ей известно систематиков особо в университетах не жаловали ну тем не менее вот они так сказать эту экспедицию привели все участники были студентами так что видимо это была я нигде не нашел документов что кафедра их посылала скорее всего поскольку двое происходили из Уральска у них там были связи и они просто на свой страх и риск туда поехали ну и взяли своих друзей понятно понятно и наконец вопрос от Татьяны Косиновой она хотела бы чуть подробнее услышать о финансировании совместных с Вавиловым исследований о том что Бородин их финансировал и в частности ее интересует действительно совсем не пустой вопрос а не фигурировал ли этот эпизод в обвинении Вавилова 40-го года в допросе Вавиловых Вавилова значит фамилия Бородина звучит и трудно конечно точно сказать был ли ответ инспирирован допрашиваемым или допрашивающими но там просто сказано что вот он общался с белыми мигрантами среди них был Бородин который явно так сказать имел антисоветские взгляды и что их общение собственно прекратилось после того как этот филиал института прикладной ботаники в 26-м году закрылся но повторяю до 24-го 25-го года была бешеная переписка то есть это буквально через день письма Бородина Вавилову Вавилову Бородину и явно что это была в общем нитка которая связывала Вавилова с мировым сообществом понятно и еще если позволите у меня возник вопрос по вашему докладу да конечно значит что произошло собственно говоря с Шитцем в чем он провинился почему ему гражданство отказали в гражданстве не дали советской визы он же был в миссии Игнатьева она же подчинилась советской власти известно сказать очень сложно так я понимаю что там был какой-то закон что те кто оказался за пределами советской России и не легализовались в какое-то обозримое время начала 20-х годов автоматически теряли гражданство закон такой действительно был принят если не ошибаюсь в 21-м или 22-м году так он просто пропустил срок да да то есть он стал хлопотать о возвращении в 23-м году а все понятно то есть просто пропустил срок ясно спасибо ну и еще значит пишут нам в чате благодарности вам за вас целый ряд людей просит вас поблагодарить за этот отлично спасибо следующие вопросы к Ирине Крайневой собственно один вопрос к которому и я бы присоединился не очень понятно было Ирина вы здесь да вы включены включила ага не очень понятно было в вашем докладе упоминание о группе офицеров которые транслировали какие-то взгляды да ну понимаете молодежь да в общем я так поняла из воспоминаний что армейская субординация не позволяла напрямую командованию какие-то идеи продвигать и вот эта группа которая там образовалась артиллеристы и какого рода военные военные конечно но это же фронт да фронт артиллеристы разведчики автоматчики вот они допустим предлагают провести разведрейды в дневное время обычно это ночью совершалось да днем как бы бдительность несколько падает у противника и вот они эти дневные рейды быстренько совершают другой пример например так называемая блуждающая пушка вот они выкатывают орудие пристреливаются потом быстренько ее переносят на другое место чтобы противник не успел засечь вот эту огневую точку ну и подобные вот такие предложения они между собой обсуждали потом обращались к Анатолию Анатолий к отцу и таким образом вот эти вот мероприятия они осуществляли профессиональные споры да да спасибо большое теперь значит следующий наш докладчик это Петр Глушковский к нему тоже есть несколько вопросов Петр вы здесь да да слушаю да значит ну один вопрос опять от Мурата Валиева насчет советского периода в вашем докладе прозвучало что Горький в этот период стал самым стал самым популярным советским писателем Валиев спрашивает стал ли он самым популярным советским писателем или он был назначен самым популярным советским писателем да конечно это упрощение он был назначен самым популярным писателем но если поговорить с людьми этого периода он действительно его литература нравилась многим людям которые жили 40-е 70-е годы и у меня есть вопрос с вашего вы говорили о третьем периоде периоде социалистической Польши как о некой целостности да но ведь если Горький насаждался как правозвестник и автор идеи социалистического реализма то ведь в Польше середины 50-х в отличие от Советского Союза все-таки социалистический реализм решительно перестал быть догмой и вот нет ли более тонкой дифференциации по периодам до 56-го года после 56-го года я не заметил чтобы были большие разницы возможно это связано с тем что как раз этих 16 томов было издано в 56-м году но их начали готовить еще во время Сталина кажется в 52-м или в начале 53-го года можно говорить о различии в том как польская эмиграция подходила к Горькому и как анализировали польские литературоведы которые жили это тоже очень интересная тема конечно да и польские литературы литературоведы зарубежом прежде всего подходили к Горькому по линии Херлинга Грудиньского который был автором кажется самой популярной статьи 7 жизней Максима Горького который показывал как неоднозначная фигура это Горький и мне кажется что даже многие российские литературоведы пришли к выводам Херлинга Грудиньского с 80-х годов не знаю этой статьи кажется она не переведена на русский язык Херлинг Грудиньский как первый показал многие многого догадался как показывают исследования коллег из имли ран еще можно было бы отметить что есть несколько исследователей которые в начале 80-х годов начали затрагивать вопрос несовременных мыслей как например Францишек Щелицкий но Щелицкому тоже не удалось всего высказаться в 80-е годы особенно в подпольной литературе можно было много уже написать но некоторые не хотели рисковать хотя бы в связи с тем что они работали в случае Селицкого в Ротславском университете поэтому это очень вопрос который можно было бы развинуть очень длинный ответ но конечно вы правы что есть какие-то различия но я бы не сказал что именно оттепель в Польше стала литература в Польше во время оттепель стали по-другому смотреть на Горкова очень интересно очень интересно то что вы сказали о польской миграции то есть получается что польская миграция там ну грубо говоря видимо те силы которые группировались вокруг культуры да да более более объемно воспринимали Горького чем чем внутри Польши он воспринимался да без сомнений это вписывается вообще необычно для соотношения между эмигрантским и восприятием восприятием митрополия очень интересно спасибо и наконец замечание это уже реплика Владимира Ведерникова который предполагает что возможно интерес к Булгарину и Сенковскому объяснялся их происхождением да конечно я просто сам автор монографии про Булгарина и про Сенковского это книга Дарьи Амбройжак из Польского университета но если говорить про происхождение Булгарина это интересно что в большинстве поляки считают Булгарина ренегатом и русским это можно прочитать в большинстве польских энциклопедий русские с 30-х годов когда начался спор между Булгарином и Пушкиным говорили что это поляк до 30-го года они понимали что это то беда что ты поляк да поэтому это одна из немногих фигур в польско-российских отношениях которую поляки считают русским русские полякам обычно такие к которым и мы и русские которых и мы русские считаем своим героем как например Бодуэн де Куртана Огинский или другие а в случае Булгарина ему повезло потому что белорусы сказали что это наш национальный писатель белорусы его забрали да хорошо ладно на то мы помиримся хорошо и значит опять же благодарности вам в частности за то каким хорошим русским языком вы сделали ваш доклад я присоединяюсь к этим благодарностям и значит еще есть вопросы к Татьяне Шманкевич но только собственно один вопрос если честно этот вопрос философский как мне кажется я бы затруднился на него ответить Ирина Крайнева спрашивает в чем отличие по вашему мнению Татьяна жизненного пути от биографии Татьяна не слышно это скорее не философский а в социологии это методологический вопрос точно так же как говорить в чем разница между интервью и нарративом биографиям и биографии жизненный путь жизненный путь это метод который предложили социологи Чикагской школы для того чтобы изучать общество через этапы биографического пути конкретного человека когда человек рассказывает о себе а в ходе этого рассказа в контекст попадают какие-то события общественной жизни вот так ясно и наконец на последний последняя реплика которая поступила в мне в чат от Мурата Валиева тоже относится к вашему Татьяна докладу я думаю что этой репликой абсолютно уместно закончить всю нашу сессию реплика такова женщины наши прекрасны спасибо да сейчас перерыв а в 16.30 будет следующая панель ее уже буду вести не я ее уже будет вести Жозефина фон Цицевиц значит 16.30 участников этой панели значит просим всех в YouTube смотреть и слушать перед участники следующей панели соберутся в комнате в Zoom 16.30 спасибо всем спасибо всех приветствую на вторую сессию этого дня и я очень рада предоставить слово Владимиру Ведерникову из кафедры истории отечества науки и культуры Санкт-Петербургского государственного технологического института и он будет выступать с докладом как Арсеньев эпилог 1917 по 1919 год Владимир пожалуйста спасибо большое включаю время итак то о чем я буду говорить это довольно непроложительный период времени с января 1917 по март 1919 год если использовать такие библейские аналогии то заключительная часть жизни Константина Константиновича Арсеньева напоминает в начале историю Семена Богоприимца но заканчивается она скорее как житие его многострадального но житие причитное от начала скорее в середину и так по порядку кто же такой Константинович Арсеньев наверное фигура не очень хорошо известная может быть я ошибаюсь в 1917 году в январе российская общественность отмечала 80 лет со дня рождения этого известного человека и в общем-то в большинстве ведущих изданий этот юбилей был отмечен очень теплыми словами Арсеньева очень часто сравнивали с воином который на протяжении многих лет стоит на стаже порядка свободы и права а вот какие слова написали Константин Константинович Арсеньев коллеги многие из них начинали с ним вместе политическую деятельность в шестом году в партии демократических реформ это партию называли партией политехников иногда итак адрес вы вправе сегодня оглянуться на пройденный вами жизненный путь и на этом пути вы не вспомните ни одного ложного шага ни одного компромисса ни одной уступки историю убеждений вы перейдете человеком убеждений твердых чистых как алмаз я думаю что такие слова очень хорошо характеризуют этого человека итак кто же он такой слайд номер два Константинович Арсеньев фигура очень интересная потому что вообще-то Арсеньев на мой взгляд это поколение это люди которые связывают это очень странно это так и есть начало эпохи Александра Первого либерализм этого времени с окончанием имперского периода с русской с историей русского либерализма эпилогом русского либерализма последовав в 1917 году итак второй слайд Константин Константинович Арсеньев это сын известного ученого академика географа основоположника статистической науки в России Константина Ивановича Арсеньева второй слайд пожалуйста вот он есть Константин Иванович Арсеньев был горячим противником крепостного права за что пострадал во время чистки университета петербургского в 21 году от Лунича его взял под свое покрытиество Николай Павлович Николай Первый вот и Константин Иванович Арсеньев был воспитателем наследника престола Александра Второго ну есть понятие у нас молочные братья я бы сказал что Александр Второй император и Константин Константин Иванович Арсеньев ну наверное братья идейные потому что они получили одинаковое воспитание и вот эти начала русского либерализма приверженности к свободе и праву это то что характеризует деятельность Константин Константин Иванович Арсеньев Константин Петрович Победоносцев кстати Победоносцев и Арсеньев они были деятелями судебной реформы они были знакомы друг с другом и если вот посмотреть публицистику Арсеньева то он всегда отмечал недостатки в работе ведомства православного вероисповедания он все время вел полемику с Константином Победоносцем это очень интересная тема которую можно было бы заняться итак он участвовал в подготовке судебной реформы он был чиновником Министерства Юстиции но собственно говоря чиновниче поприще не очень его привлекало он готовится к тому чтобы начать службу в качестве адвоката и он действительно был одним из первых российских адвокатов и именно он заложил основу того что называется адвокатской этикой тут можно сказать что он был участником ряда известных процессов ну один из процессов знают буквально все это дело не чаевцев где он выступал защитником прыжова а с 1880 года следующий слайд Константин Арсеньев является постоянным сотрудником местника Европы его публицистическая деятельность началась еще накануне великой реформы но вот местник Европы это же называется его дом журнал как известно стоявший в центре если иметь ввиду реальнее правильное правление в центре либерального движения журнал в известной мере крайне консервативный вот эти кирпичи обложка действительно похожа на кирпич они выходили регулярно в начале каждого месяца не менялась структура обычно в журнале билетристика началась с произведения очередного произведения Бабарыхина и там были внутренние обозрения Константин Ивановича Константин прошу под Константиновича Арсеньева и вот этот облик такой несколько уже 20 века я думаю архаичный журнал сохранил на протяжении всех 52 лет своего существования редактором журнала был Михаил Матвеевич Тасюлевич следующий слайд 10 годами моложе Арсеньева но после 1908 года Тасюлевич в силу своего возраста оставил пост редактора этот пост занял Константинович Арсеньев руководушевый журналом до 16 года затем редактирование переходит в руки ряда лиц приближающих участие Арсеньева и Бошникова но в журнале Арсеньев сотрудничал вплоть до его прекращения в 1908 года Арсеньев человек очень такой многообразный много сделавший для российской адвокатуры для российской журналистики но кроме того он был еще известным земским деятелем следующий слайд в 1978 году он покупает имение близ деревни Нежадва в в основном для того чтобы получить ценз земельный и участвовать в земской деятельности потому что хозяином он был в общем-то не очень хорошим и имение скорее приносило ему убыток но он много сделал для развития образования развития медицинской помощи он был бессмерным властным лужского уездного земского собрания а также представлял лужский уезд в губернском земском собрании он неутомимый подводник преобразования России на представительных началах был участником земских съездов носивших полулегальный характер общение земств не приветствовалось с начала 90-х годов а в 1904 году участвовал в известном земском совещании на квартире Родина Дмитрия Набокова где земцы призвали правительство перейти в представительный образ управления ну а затем довольно часто он участвовал в земских съездах это вот сентябрьский съезд видно что Арсеньев находится рядом с Набоком вот такой белый как он старик это Константин Константинович Арсеньев сентябрьский съезд 1905 года надо сказать что умеренная относительно умеренная позиция Арсеньева она в общем не вполне вписалась в деятельность Конституционно-мократической партии и Арсеньев вместе с своими единомышленниками следующий слайд это Почников Иванюков Гусаков Ковалевский кстати да все они связаны были с нашим политехническим университетом основал небольшую партию партии гемортических реформ ну самое так сказать интересное что это партия которая не знала дисциплины это партия генералов в общем-то без армии и вскоре после распуска второй думы в общем эта партия прекратилась существование часть этих лиц вошли в партию прогрессистов прогрессистов Арсеньев называется остался в запасе либерального движения он не был не членом думы не членом государственного совета угнетало несколько угнетало но Арсеньев следующий слайд следующий слайд можно показать он внес свой вклад в разные сферы деятельности вот видите публицистика его отчасти была собрана им самим это вопросы веры терпимости это вопрос слова печати это постоянная проповедь необходимости конституционной реформы он был редактором лучшего русского универсального словаря словаря Брагауза и Фрона и уже в 11-го года редактирует новый энциклотомический словарь который за революцию к сожалению дошел только до буквы М так что вклад его в историю русской литературы общественности юриспруденции конечно же не оценим но к сожалению отчасти отчасти он наверное забыл ой пять минут не осталось значит что происходит с ним в 17-м году давайте к этому перейдем иначе я не уложу свое время да итак войну Арсеньев встретил как и многие либералы в общем-то считаю неизбежной но что очень интересно в своей публицистике он постоянно говорит ну в конце до концов воюют державы у которых уже есть опыт конституционализма это не идейная война после войны плохо что его после войны да это наверное будет последняя европейская война несомненно наступит политическая эволюция и в России и мы эволюционируем в эту сторону да он этого ожидает и с 16 года он акцентирует свое внимание прежде всего на борьбе элит прогрессирует блок блок присоединяется госсовет присоединяется объединенное дворянство и вот именно от противостояния правительства и элит Арсеньев ожидает каких-то изменений как и многие в том числе Владимир Ильич и Ленин Арсеньев вряд ли думал о том что в России наступит народная революция но саму эту революцию ага это вот его ученики можно дальше пролистать саму революцию он приветствовал и в революцию следующий слайд следующий слайд революция у нас ага вот он в царском селе в состоянии здоровья он посчитал жить за городом да вот и его публицистика этого периода это прям таки панилирик русская революция это революция национальная революция которая вызвала единство всего населения он даже двоевластие приветствует потому что советы со точки зрения это связующее звено между правительством и народом народом вот и наша революция гораздо более больше имеет шансов на существование чем февральская революция 48 года на Франции правда события апреля мая 17 года несколько поколебали уверенность но и тут Арсений смотрит на будущее с оптимизмом отставка Гучкова который конечно имеет хороший управленческий опыт но человек популярный и замена его Керенским приветствуется Арсению почему а потому что Керенский оказывается он обладает даром слова он может зажигать людей и несомненно Керенский спасет революцию довольно смешная наивная надежда да вот и где-то с июля по декабрь ни одна статья его в Вестнике Европы не появляется с чем это было связано не трудно сказать возможно состоянием здоровья а возможность с тем что он наверное понял что оценивает революция перспектива революционная совсем не так и вот очень интересный его публицистический опыт это статьи зимы 17-го года конца года 1918 если говорить о итогах да понятное дело что все его надежды не оправдались ничего не получилось да но тут он вину сваливает на царизм царизм вообще виноват но тоже несколько такая странная позиция потому что а то что вовремя реформа в конце концов 20-го октября но когда он оценивает то что сделали большевики он оказывается удивительно прозорлив первое на что он обращает внимание на диктатуру диктатура класса невозможна скорее всего речь будет идти о диктатуре отдельного человека то что делают большевики есть и временные меры как известно все диктеты большевиков обосновались временными необходимости борьбы с эволюцией да это на самом деле целенаправленное строительство диктатуры он это увидел и третье о чем бы я хотел сказать Арсеньев обращая внимание на работу ЧК а это еще весна 18-го года еще нету красного террора он указывает что важнейшим доказательством вот Арсеньев ссылается на интервью Сдержинского новой жизни чекисты рассматривают собственноручное признание обвиняемых это все заведет страну в тупик это издает отказу от европейского наследия от европейских реформ и как известно тут Арсеньев оказался прав ну и о завершении его жизненного пути он зимой 18-го года переехал в свое имение Нежадова Нежадова можно последний кадр показать последний кадр вот да его дочь Мария Константиновна Арсеньева основала в имении отца монастырь монастырь вот и здесь в Нежадве в марте 19-го года Арсеньев в общем спокойно вот тут крестик последний это его могила могила в 1923-м даже был закрыт в 1927-м община монастырская была разогнана дочь его уехала сначала в Муром где была арестована и в 1937-м году ее расстреляли в контрреволюционной деятельности к сожалению к большому моему сожалению Арсеньев такая фигура полузабытая наследие в общем плохо собрано плохо изучено мемуары его обширные не изданы публицистика его на мой взгляд нуждается в изучении переиздания последняя публицистика с 17-го 19-го годов вот я думаю что смогу в этом году поехать на место его покорения и посмотреть что там сохранилось и может быть как-то удастся восстановить место покорения этого изменитого человека спасибо большое за внимание спасибо большое Владимир Викторович за этот интересный доклад а следующая докладчица у нас Ева Смирнова из высшей школы экономики в Петербурге с докладом который называется субъективность советского рабочего в 30-е годы Ева пожалуйста Здравствуйте сейчас я вначале попробую демонстрацию надо работать секундочку Здравствуйте хочу поблагодарить организатора за то что включили меня в программу доклада для меня как для студента это первое вообще публичное выступление с темой которой я занимаюсь и она звучит как да субъективность советского рабочего в 1930-е годы для начала пояснить что субъективность это конечно речь не об идентичности а скорее интерес представляет то кем был субъект как он себя ощущал работа с советским субъектом и его я вообще ведется уже давно и особенно конечно западной историографии поэтому в качестве введения к докладу я бы хотела кратко коснуться этих исторических исследований которые занимаются феноменом сталинизма и советского человека как известно работа началась еще с тоталитаристской школы так называемой во времена холодной войны в это время на западе начиная с Ханны Аренд ее тезиса о социальной атомизации и крайнего отчуждения личности которые позволили по ее мнению подняться тоталитарным правительством в это время складывал целая школа когорта историков которые представляли себе общество как жертв под гнетом государственной машины и естественно подобный подход игнорировал влияние общества так как сам человек не являлся актором исторических событий в 70-е историки ревизионисты сместили с пьедестала такую традиционную политическую историю и возвели туда социальную последнее предоставил большое количество информации о социальных процессах 30-х годов речь идет о разрушении прежней социальной структуры много уделялось внимания вопросам террора но скорее таким аспектом как взаимовлияние человек и государство реакции различных социальных групп на репрессии сталинской эпохи один из ключевых вопросов касался вопроса сопротивления которые связаны с вопросом о степени свободы субъекта ревизионисты много говорили о сопротивлении и это был такой широкий очень термин под него попадали какие-то возвращения к традиционным практикам индивидуальные разные тактики и стратегии какое-то латентное сопротивление что в дальнейшем вызывало большие споры с историками уже постревизионистского направления которые приходили к некоторым тезисам обратно это тоталитарные школы с конца 1980-х лингвистический поворот привел к такой смене парадигмы интерес исследователей обратились к примеру к культурной истории и Стивен Коткин один из главных представителей в этом направлении значительно наряду с многими коллегами обогатил наше представление и понимание сталинизма путем синтеза истории с другими гуманитарными науками здесь следует упомянуть таких западных историков как Хельбек и Халфин представители так называемой школы советской субъективности чрезвычайно популярны сегодня и на западе и у российских историков эта школа выдвинула тезис о таком верховенстве властного дискурса влияние дискурса на все сферы общества и они заняли по отношению к советскому субъекту очень радикальную позицию к примеру они писали о том что авторы советских дневников 20-30-х стремились воспитать в себе сознательность по-новому переписать собственную историю и показывали как вот эта советская субъективность строилась по законам марксистского нарратива авторы дневников и биографии автобиографии переписывали собственное прошлое осмысляя жизнь сквозь призму новой идеологии буквально постмодернизм принес в исследование исторические то что историков начал больше интересовать не реальность как таковая какой она была а то как люди ее воспринимали и как они воспринимали себя и после эмоционального поворота случившись в исторической науке обозначился крен в пользу изучения по меру воображаемого мир изучение эмоций воображения эстетики и здесь есть несколько исследователей которые странно отделять в отдельную группу но чисто логически так будет понятней которые занялись тем что изучали творчество рабочих как многообещающий источник для изучения эмоций представлений воображения ту часть личности которая может проявить себя вне зависимости от намерений автора это Марк Стайлин и Сабина Хай к примеру чтобы изучать субъективность рабочих 30-х годов мне нужно было приблизиться к ним с помощью источников естественно личного происхождения мемуары дневники и как наверное всем известно советский режим оставил огромное количество источников огромную архивную базу но в основном государственных экономических других другого рода документов а сталинские 30-е очень бедны на источники личного происхождения особенно со стороны рабочих коммунистический проект всячески способствовал тому чтобы люди писали дневники и автобиографии в 20-е проводились различные эксперименты которые прививали желание вести дневник однако не все вняли этому призыву начать исследование переделку себя на бумаге и многие рабочие просто не знали как сталинские с 30-е сделали эту попытку банально опасной поэтому многие дневники либо уничтожены либо трудонаступны однако такой проект который наверное многим известен прожито собирает дневники публикует их и получает он их от родственников репрессированных или других средских проектов или из личных архивов и в этом исследовании были привлечены мною два дневника за 30-е годы к одному из них приложена автобиография первый дневник написан электриком Альперином Офсифом Израиличем и который писал дневник во время работы на метрострое в 30-е а другой рабочим к сожалению на нем тот был молодым крестьянином приехавшим в город на заработки также я привлекаю к анализу стихи рабочих которые хранятся у нас в Петербурге в Российской национальной библиотеке которые содержат в себе действительно стихи рабочих поэтов которые по совместительству работали на фабрике посредством стихов я пытаюсь показать как творчество служило пространством для эскапизма и для вовлеченности и в своем анализе я стараюсь продемонстрировать две противоположные другую модели одна свидетельствует о возвращении стиха к такой дореволюционной традиции от условного Пушкина до Есенина а другая ориентируется на опыт футуристического письма со свободной строкой поиском неологизма часто в стихотворении хорошо виден своеобразный канон стихотворная строка может рассматриваться сугубо инструментальной стихотворение само по себе буквально оформленная рифмой и ритмом идея а форма имеет достаточно такое ритуальное значение любопытно как иногда рушатся границы между поэтическим вымышленным и реальным многие четверостишья буквально заканчиваются обращением к реальным цехам отделам или людям в метафорическом строй языка давлеет конструктивистская идея то есть человек часть машины часть большого идеологического механизма эта энергичная волевая культура требует жатости лаконичности и емкости стихи говорят они завершены революцией они полны действенной риторики в них постоянно звучит призыв к боевому труду в целом непрофессиональная поэзия рабочих отмечена подражанием она вторично использует опыт поэтического авангарда и строка Маяковского становится такой классической автор почти всегда говорит от лица коллектива он не индивидуальный субъект не лирический персонаж но коллективное тело во многом как режима мечтал однако также встречается и достаточно традиционная модель стиха к примеру рабочим может выбираться пушкинская строфа и характерные для пушкина рифмы тут нужно понимать что это не просто слова не просто строка мы можем смотреть на это как на определенные культурные значения то есть лирический герой в таких стихах такой мятежный тревожный герой преодолевает пошлость мнения вздор чтобы отдаться напряжению заводских будней естественные для романтической поэзии выражения вроде клянусь пожатием честных рук или моих стихов в походный круг придают истории об ударной бригаде о человеке который должен отдать все свои силы заводу очень интимно задушевный и одновременно гражданский характер я считаю что это пушкинское качество рождает определенную лирическую обоснованность и этот ударный стахановский труд получает легитимность посредством традиций однако обращение к традиции как медиатору может служить также и демонстрации слабости неуверенности в настоящем попытку утвердиться за счет языка другого времени за счет уже состоявшегося состоятельного прошлого поэтому возвращение к традиции канон утверждает две вещи это возможность для эскапизма и для вовлеченности возвращаясь обратно к дневникам поговорим немного о них как я уже сказала я исследовал дневники двух рабочих из-за недостатка просто таких источников что интересно можно заметить что как и в стихах лексический строй в дневниках часто говорит о символической связи рабочего с производством машинами техникой для обоих рабочих важен очень вопрос образования рабочий может связывать напрямую свою малограмотность с участием в жизни общества на фоне записи выделяется описание фильмов и книг которые рабочие посмотрели или прочли читают Толстого Гиппиус Достоевского Тургенева Есенина часто рабочий может брать пример с учителей старой классической школы Интересно как автора дневника читая произведения Есенина требует от поэта такой же сознательности которую он видит в самом себе при этом сам испытывает большую тоску по деревне и в конце дневника возвращается туда Это стремление к литературе и требования образования объединяет молодых рабочих оба могут описывать обсуждения с товарищами литературных произведений Интересно как Иосиф Альпер присутствие на одном вечере описывает как они обсуждали поэмы и оставляет язвительный комментарий о том что его товарищи не понимают метафору произведений Чехова Это понимание выразительных образов ставит его выше других То есть с идеологической точки зрения присутствовало желание слиться с коллектива стать его частью но на многих примерах из дневников видно что история коллективизма сочетается историей удаленности от коллектива определенным образом просвещение все равно отделяет человека от коллектива и осознанность приводит к потере коммуникации когда рабочий смеется над тем что его коллеги не понимают метафор эта метафора отрывает его от коллектива как я уже сказала один рабочий писал еще автобиографию 30-е вообще были временем активного создания биографии автобиографии которые выполняли схожую с дневниками роль попыткой вписать в себя новый социалистический нарратив рабочий создает автобиографию с говорящим названием я помню ее начинает с того что он вырос в бедной крестьянской семье это лежит в основе его повествования рассказ начинается описание детства быта экономики дома занятия матери отца обычных крестьян за описанием детства следует рассказ про страсть книгам попыткам посещать школу но ожидаемо проучившись какое-то время он вынужден ехать в грозный устраиваться чернорабочим рабочие будни запомнились ему как жаркие пропитанные копотью и нефтяной сыростью наполненные гигантским рыданием заводов что действительно поражает в автобиографии это полное отсутствие упоминаний революции семнадцатого года которая должна была бы стать смыслообразующим элементом повествования тем более что дневник демонстрирует значимость для рабочего таких понятий как коллективизм и сознательный труд однако вместо рассказа революции автор обсуждает о важности образования центральным становится стремление выучиться стать писателем не случайно охотнее всего надается описанием деревенского быта грезам о народной жизни создает уютные картины из прошлого этой лиричностью интонации каким-то одновременным ощущением простого и основательного он раз и навсегда заданного какого-то уклада язык повествования напоминает о сказах Бажова эта мечта о писательстве желание обустроиться в слове через слово призвана компенсировать некоторую нищету и ненадежность настоящего времени литература таким образом оказывается для рабочего неким убежищем попыткой на свой лад замолчать или переписать собственную историю один из вопросов который в целом касался волновал меня в моем исследовании это вопрос о языковом каноне подавлении свободной революционной мысли однако и языковой канон и поворот к традиции расценивается мной как показатель переломных моментов которые начались в 30-й исследование дневников и автобиографии конечно вдохновлено исследователями западными школы советской субъективности однако мои выводы и не повторяют их поскольку радикальное уравнимое дискурсы реальности которые они видели взгляд на советского человека как на агента идеологии носители ее языка упрощают куда более многоголосую как мне кажется историю советских 30-х письменные источники которые я рассматриваю показывают то что на специфический логоцентризм советской системы на ее ориентацию на какую-то единую истину в ней все зашистовали различные способы выражения индивидуального формирования собственного места в пространстве через слово через традиционный канон рабочий 30-х мог как избегать социальной реальности какой-то скрываться и рассказать от идентификации предписанной обществом так и наоборот с его помощью формулировать себя как идеологически очень сознательного субъекта у меня все спасибо за внимание спасибо вам большое Ева спасибо что вы так замечательно вписались в регламент это вообще на минуту супер просто спасибо большое следующий докладчик у нас Сергей Соловьев из Москвы вы сотрудник сайта шаламов шаламов.ру правильно Сергей микрофон включите Сергей у вас да 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 все все спасибо прошу прощения да все совершенно правильно помимо я являюсь главным специалистом РГАСПИ и сотрудником факультета политологии МГУ но это не важно супер просто это у меня не отражается в том что мне выдали ничего страшного Сергей Соловьев будет выступать с докладом автобиографии Александра Вранского апология эстетических и политических принципов Сергей пожалуйста спасибо 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 организаторам за повторное приглашение на конференцию поскольку я заявлял этот доклад в минувшем году но по техническим и семейным причинам не смог приехать и теперь имею возможность выступить с ним итак автобиография Александра Константиновича Воронского Александр Константинович Воронский это человек который с одной стороны достаточно широко известен людям которые занимаются или интересуются литературой литературными спорами 20-х годов а с другой стороны до сих пор его именно собственное творчество представляет собой и для литературоведов и для историков в значительной степени терро-инкогнито Александр Константинович Воронский известен прежде всего как редактор первого советского толстого литературного журнала «Красная новь» как его создатель по инициативе Ленина этот журнал был создан редактором был назначен Воронский который с 21-го по 27-й год выполнял эти функции главного редактора поскольку он был участником активным участником левой оппозиции был сторонником Льва Давыдовича Троцкого то в 27-м году его редакторство закончилось в 28-м году он был исключен из партии а соответственно вот краткая биография Воронского перед вами на экране а соответственно в 29-м году был сослан в Липецк несколько слов о предшествующей его биографии которая менее известна надо сказать что можно увидеть некоторые параллели между биографией Александра Константиновича Воронского и биографией его будущего убийцы Иосифа Виссарионовича Сталина оба выходцы из духовного сословия Воронский даже в большей степени Сталин учился в семинарии был исключен Воронский был сыном священника ран умершего учился в Бурсе в церковном училище затем поступил в семинарию и семинарий был исключен также за участие политической оппозиции как товарищ Сталин как и многие другие большевики Воронский принадлежал к той группе которая не имела эмигрантского опыта как известно в большевистской верхушке верхушка профессиональных революционеров могла быть разделена на две части на тех кто был участниками эмигрантских групп и возглавлял партию участвовал в работе партии долгое время пребывая в эмиграции как тот же Ленин прежде всего и многие другие Сталин и Воронский относились к тем кто в течение всего времени находились в России и осуществляли деятельность так сказать внутри большевистской внутри простите рабочего движения теснейшим образом были с ним связаны и неоднократно подвергались ссылкам и арестам сам Воронский как видно из этой схемы его биографии трижды арестовывался в дореволюционное время получал ссылки в основном ссылки около года провел в Петропавловской крепости и крестах довольно тяжелой ситуации в те годы познакомился с Серго Арженикидзе и с Феликсом Магомичем Дзержинским в процессе своей работы в русском рабочем движении эти дружеские связи сохранились потом до 20-х годов с момента революции он был членом Одесского исполкома затем недолго был сотрудником газеты Известий фактически ее редактором в городе Саратове а большую часть гражданской войны он был членом Ивана Вознесенского исполкома и одновременно редактором главной газеты большевистской газеты Ивановской губернии газета Рабочий край где впервые начал очень активно поощрять создание литературных объединений литературных кружков был замечен в том числе Надежды Константиновны Крупской назначен сотрудником главполитпросвета работал недолго в правде а затем был выдвинут на должность первого еще раз подчеркну советского толстого литературного журнала который одновременно являлся и политическим журналом поскольку в первом его номере была опубликована программная статья Ленина о продналоге ознаменовавшей НЭПовскую политику большевиков принятую на 10 съезде партии в 20-е же годы я сейчас об этом скажу поскольку позднее об этом говорить уже не буду Воронский является главным противником РАП по Российской Ассоциации пролетарских писателей затем Союзной Организации пролетарских писателей сторонником привлечения попутчиков непартийных писателей в том числе не большевистских писателей к сотрудничеству с советской властью он печатает в Красной Нове ну понятное дело Горького он открыл талант Всеволода Иванова он не напечатал но переписывался благожелательно с Александром Константиновичем простите с Андреем Платоновым другой Андрей Платонов их часто путают был членом группы которую возглавлял фактически возглавлял Воронский группы писателей Перевал он публиковал Бабеля и не просто публиковал но и отстаивал затем книгу Конармия от травли которая была организована в том числе с подачи Климента Ефремовича Ворошилова в фонде Ворошилова в архиве где я имею честь работать сохранилось целое дело довольно толстое дело в котором Ворошилов собирал ругательные отзывы бывших участников первой конной армии на книгу Бабеля и подчас не меньшей критики чем Бабель там подвергался Воронский Воронский отстоял эту книгу и она под его эгидой благодаря поддержке со стороны Горького неоднократно была издана в течение 20-х и 30-х годов в 30-х уже без санкции Воронского он тогда влияние потерял Воронский не просто отстаивал позицию согласно которой не большевистские писатели должны быть приняты советской властью Воронский являлся большевистской партией как считалось одним из крупнейших специалистов по литературе и миграции писал для этого даже специальные обзоры для внутрипартийного пользования в частности он один из первых проанализировал явление смены вех и публиковал об этом как открытые статьи так и делал заключение для центрального комитета партии и наконец Воронский в своих многочисленных критических статьях во время редакторства в Красной Нове отстаивал позицию согласно которой главным критерием искусства должна являться не политическая принадлежность а как это не банально звучит талант продолжая линию революционно-демократической критики Белинского и воюя не на жизнь а на смерть особенно если брать обратную сторону этой полемики с идеологами пролетарской литературы я имею ввиду опять же Раб и ВАП борьбу это он в итоге проиграл во многом потому что был участником левой оппозиции и как я уже сказал в 28 году был исключен из партии дальше Сослан но перед тем как его а ну и конечно нужно сказать заключение биографии разумеется как все участники левой оппозиции 20-х годов достаточно крупные Воронский был арестован вторично в феврале 37-го года и затем расстрелян внимание к Воронскому впервые в послесталинскую эпоху привлек не кто-нибудь а Варлам Тихонович Шаламов чьей биографией имеющейся также заниматься Варлам Тихонович Шаламов опубликовал после реабилитации своей 56-го году и реабилитации Воронского последовавшей чуть-чуть раньше опубликовал первое в советской печати легальное упоминание имени Воронского написав очерк в первую очередь Красной Нове правда из многочисленных упоминаний самого имени Александра Константиновича оттуда их выкинули их осталось всего 4 но тем не менее сам факт того что в 57-м году в журнале Москва достаточно авторитетным популярным на тот момент журнале прозвучало имя ранее врага народа это все-таки значило весьма многое и внимание Шаламова это отдельная довольно интересная тема к Воронскому связана была не только с тем что Шаламов пытался реабилитировать пытался бросить обратно в историческую память человека с чьей дочерью он был знаком на Колыме ну и потому что существует целый ряд близких у них эстетических и литературных принципов два интересных фрагмента биографии Воронского вот здесь перед вами сейчас документ это протокол организационного бюро ЦК РКПБ 21-го года где указано что Александр Константинович Воронский откомандируется для работы в редакции газеты правда до создания красной нови еще по совместительству с работой ВЧК ВЧК он работал не как тайный агент а для ВЧК для Держинского он делал очерки по истории ВЧК неизвестно чем это закончилось материалов мне пока найти не удалось а также как я уже сказал являлся экспертом по литературе эмиграции и еще один штрих его биографии документальный это из списка подписей под платформой 42 политической платформой оппозиции 27-го года где Александр Константинович Воронский как видно на этом документе стоит под номером 10 то есть числе первой десятки наиболее активных сторонников оппозиции не только по алфавитному принципу собственно это и сыграло главную трагическую роль в его биографии люди с подобными упоминаниями в архивах ЦК в 37-м году не выживали после отстранения от редакции в новом мире от редактора простите в красной нове Воронский пишет свое главное произведение за живой и мертвой водой это первое издание 27-го года которое было нецензурировано затем все остальные советские издания включая послесталинские были цензурируемы там десятки были правок связанных со многими вещами в частности с чем эпиграфом ко второй части за живой и мертвой водой это автобиография Воронского в которой он реализовывает свои эстетические принципы которые он декларировал в качестве критика когда перо критика он вынужден был сломать по своему выражению оказавшись в оппозиции и отстраненным от редакторства он их реализует в литературе он создает уникальный пример это художественное произведение в котором грань между художественным вымыслом и документальностью то что так важно будет в последствии для Шаламова будет фактически стерто при этом везде Воронский подчеркивает что это все-таки литература например он раздваивает себя как главного героя на двух персонажей есть я и есть некий товарищ Валентин хотя этот намек крайне прозрачный даже читателя незнакомого с реальной биографией Воронского достаточно быстро становится очевидным что это альтер-эго автора в этом произведении в отличие от многих помпезных позднейших большевистских автобиографий а присутствует самоирония тонкая подчас ехидная по отношению к самому себе самоирония причем подчас эта самоирония перемежается с трагическими аспектами сочетание высокого пафоса с вот этой ироничной приземленностью это довольно оригинальный прием для позднейшей советской литературы ну кстати для 20-х годов совершенно нормальный и Воронский очень ярко его использует за что его цензурируют в частности к второй части когда он описывает упадок партии после первой русской революции Воронский дает эпиграф эпиграф известный из Лермонтова и маршалы зова не слышат иные погибли в бою другие ему изменили и продали шпагу свою намек идет понятное дело на тех старых большевиков которые изменили большевистской партии предали идеи Ленина и потом уже стали объявлять себя большевиками он постоянно эти цитаты вставляет в повествование о более ранних временах уже когда большевики пришли к власти то есть люди которые бросили революционную работу из страха перед репрессиями из желания личной карьеры но затем быстренько начислили себе большевистский стаж когда большевики оказались правящей партией по свидетельству дочери Воронский в личном общении часто говорил стат перед вами откуда у нас столько старых большевиков в годы реакции нас оставалось буквально единицы а теперь только и читая член партии с 904 с 905 года и фамилии все какие-то незнакомые интересно что они делали дарили варюции где были по сравнению с этими карьеристами Воронский таковым не был это был человек для которого партийная этика была крайне важной вещью перед вами документ из архива общества старых большевиков который Воронский в 23 году редактор одного из крупнейших журналов идеологически важного журнала пишет просьбу не снимать с пайка в кремлевской столовой не работающих его дочь и старуху мать потому что иначе он обеспечить их в условиях их больного состояния не может он не обращается куда-то лично к знакомому ему Ленину Крупской Орджоникидзе он пишет заявление с просьбой ходатайствовать с тем чтобы ему оставили эти два пайка в столовой в общество старых большевиков в котором он с полным основанием является членом подобное представление партийной этики как раз в 20-е годы меняется и как раз те люди которые будут принципиально иначе относиться к партийной этике и к личной карьере будут теми людьми которые будут опираться на которых будет опираться Сталин еще один важный эстетический аспект прошу прощения за конспективность Воронский после за живой и мертвой водой публикует еще две книги которые продвигаются продолжениями его автобиографии точнее Бурса это начало за живой и мертвой водой начинается с мятежа в семинарии который он организует Бурса это фактически ответ Помиловскому в литературоведении эта книга не подвергалась анализу хотя на самом деле параллели с двумя другими бурсами в русской литературе просто напрашиваются это Бурса Гоголя конечно же и Бурса Помиловского опять там есть самая ирония есть трагические эпизоды и самое главное Воронского критерий истины о котором он отстаивал в литературных статьях это детский взгляд не отягощенный идеологией не инфантильный а именно детский именно этот взгляд он начинает высказывать в книге Бурса начинается с главки эта книга мир и описание восприятия мира ребенком вот этот детский взгляд как критерий истины это важная мысль не только для Воронского в истории литературы не только в нашей стране и в соответствии с этими принципами как я уже сказал он пишет книгу наконец последняя его книга собственно она перед вами последняя книга написана изданная чуть раньше чем Бурса это рассказы и повести более правильно которых назвать глаз урагана в которых он написывает что происходило после окончания повествования в книге за живой мертвой водой после 12-го года после его ареста после участия в пражской партийной конференции большевиков в 12-м году за недостатком времени я не буду сейчас цитировать эту книгу она у меня сейчас вот перед вами там притрясающим образом описан эмоциональный момент февральской революции один из лучших в литературе который мне удалось читать и только в художественной но и в мемуарной литературе это наравне с записками о революции Суханова когда он описывает как легитимность власти выражаясь современным языком в глазах людей падает и король оказывается голым он был свидетелем этого находясь на фронте и он это действительно очень эмоционально очень ярко очень кратко описывает краткость его пера это вещь тоже довольно интересная лаконичность пера подходя к завершению в конце будучи поднадзорным на него с 35-го года заводится дело но до этого еще собираются сведения Воронский пишет еще две книги биографии не автобиографии а именно биографии это книгу об Андреи Желябове лидере народной воли и перед вами рецензия Льва Борисовича Каменева который возглавлял тогда издательство Академия который для ЖЗЛ для серии «Жизнь замечательных людей» дает положительную внутреннюю рецензию на книгу о Желябове это книга Гоголь книга Гоголь была издана издана сигнальным экземпляром затем тираж был рассыпан сохранилось всего несколько пять экземпляров которые чудом дочь Воронского в 60-е годы нашла в бикинистов и эта книга вновь вышла уже в 2010-м всего лишь году книга Гоголя-Воронского книга Желябов вышла в 34-м году но в 34-м году в декабре убивают Кирова и поскольку Желябов террорист и поскольку народная воля может дать негативный пример Сталин говорил что нам эти террористы не нужны тираж закрывается и внимание к Воронскому еще более тесное соответствующих органов увеличивается 1 февраля 37-го года Воронский арестован вскоре расстрелян при людии большого террора как многие другие старые большевики что я хочу сказать за заключение я очень пунктирно очертил биографию и некоторые принципы литературы Воронского но что мне кажется важным по идеологическим причинам наследие Воронского не было востребовано ну понятно в сталинские годы в послесталинском Советском Союзе книжки выходили даже книжки вот достаточно толстые но с цензурными правками и вне исторического контекста в постсоветское время реабилитации имени Воронского для литературоведов много сделала Галина Александровна белая но опять-таки воспринято это было в определенном степени в идеологическом контексте просто как литература проигравших революционных романтиков а суть этой литературы и эстетическая и политическая оказалась в тени и в этой связи Воронский нуждается безусловно в включении в литературный канон в литературный контекст и как критик и как писатель мне кажется что это дело самого ближайшего будущего спасибо за внимание спасибо вам большое Сергей и уже включается наш последний докладчик дня последний докладчик этой сессии и последний докладчик этого дня Виктория Андреева из Санкт-Петербургского политехнического университета из гуманитарного института и высшей школы международных отношений из Петербурга она будет выступать с докладом биография репрессированного педагога и литературоведа Петра Антоновича Горчинского Виктория пожалуйста здравствуйте так надеюсь презентацию мою видно хорошо тогда я расскажу сначала немножко про Горчинского почему собственно я решила про него рассказать это далеко не самый известный человек нельзя сказать что его заслуги как-то особо значительные но он жил тоже в интересную эпоху общался с очень любопытными людьми и он тоже был репрессирован на нем отразились в общем-то все вот эти события эпохи разного рода ну и мой собственно интерес к нему был связан с двумя моими такими работами с одной стороны это подготовка именного указателя к дневнику Надежды Николаевны Платоновой вот дневник надеюсь будет в ближайшее время все-таки издан и тогда я первый раз с ним познакомилась ну и потом мы работаем в коллективе авторов коллектива историков занимающихся историей Петербурга Санкт-Петербургского государственного университета биографиями сотрудников университета преподавателей в первую очередь историков ну и вот Петр Антонович снова попал снова попал ко мне да и решил взять его биографию так как уже работала с его архивными делами к именному указателю вообще он довольно интересный человек потому что после него у него есть собственный фонд в отделе рукописи РНБ там хранятся его сочинения некоторые которые не были изданы там хранится его переписка некоторые личные его материалы материалы личного происхождения ну и к тому же есть его письма встречаются и в других фондах отдел рукописи РНБ ну и еще в Пушкинском доме но вот с документами Горис Пушкинского дома я не работала и также я посмотрела его архивное уголовное дело в архиве ФСБ да по Санкт-Петербург-Голинобласти ну и собственно с этим был также связан мой интерес с тем чтобы выступить на этой конференции рассказать про него про него мало довольно всего опубликовано да по сути две есть заметки небольшие биографического характера это одна заметка собственно которую я составляла для биографики СПБГУ ну и вторая заметка на сайте библиотеки Горького библиотеки СПБГУ как Виктория делайте слайд-шоу на полный экран сейчас попробую просто у меня немножко может съехать что-нибудь нормально хорошо первая загадка на самом деле касается года его рождения очень интересно в разных анкетах он указывает разные годы в частности в 20-е годы он пишет что он родился в 89-м году но вероятно это как раз связано с тем что он пытался получить отстройку от службы да и пытался выглядеть несколько быть несколько старше чем он был ну вот воспоминаниях его дочери Надежды Петровны Сергеевой вообще указывается 91-й год ну возможно это ошибка а возможно она что-то знала первая уже непонятная история связана именно с этим про его раннюю биографию довольно мало всего известно в основном из разных анкетных данных из его автобиографии и в личных делах и ну то есть точно известно что он родился в многодетной семье его отец скорее всего был канцелярским служащим вакцизном управлении где-то его дочь пишет что это были железнодорожные служащие ну вот у него брат старший был действительно железнодорожным служащим но насчет отца я таких сведений пока не встречала собственно почему он опять же меня интересует он был студентом историко-филологического факультета петербургского университета он также остался потом в этом университете он преподавал начиная с обучения в гимназии в Вильне он преподавал репетиторствовал ну скорее всего он русский язык преподавал точных сведений о том что именно он преподавал нету он учился за границей очень хорошо знал немецкий язык французский польский ну собственно его жена была немкой и как писала вот про нее Надежда Николаевна Платонова жена историка известного Сергея Федоровича Платонова что его жена Ольга Юльевна Берлинка по рождению и воспитанию и Горчинского была такая довольно разнообразная биография он работал в различных учреждениях он в целом он работал в библиотеках он занимался он занимался археографией он работал в архиве когда он был создан ну и он работал в Пушкинском доме также в основном он занимался он занимался подготовкой к изданию разных писем писем произведений но не все его дела к сожалению были доведены до конца не всегда по его вине часто это было связано с тем что случилась революция например что-то не вышло но вот действительно у него довольно мало разных работ которые смогли быть опубликованы в основном Горчинский известен как ученик Шляпкина Илья Александровича ну вот как вы видите здесь на слайде еще некоторые из его учителей названы это те кого он называл в своих автобиографиях своими учителями ну конечно в первую очередь он все ассоциируется с тем что он был учеником Илья Александровича и он занимался соответственно историей литературы литературоведением у него были очень разные темы он занимался там и 16 и 17 веком он занимался и 18 и 19 веком то есть сложно сказать о том что он был специалистом почему-то конкретному да вот у него в разных его отчетах о научной деятельности я видела упоминания совершенно разных тем которыми он занимался он там письма Гоголя разыскивал и чего только не делал ну и он занимался полиографией то есть он был довольно широкообразованным человеком который очень много практически работал да но вот его итогов его работы было не так много как я уже говорила он был таким учеником Шляпкина очень известным Шляпкин его любил да считал что он преданный его ученик он был одним из душеприказчиков Шляпкина по сути он стал единственным душеприказчиком Шляпкина Ну и вот как Надежда Николаевна Платонова пишет в своем дневнике, на следующий день после смерти Шляпкина, вчера утром скончался Илья Александровича Шляпкина, в руках преданного и мученика Петра Антоновича Горчинского. И опять, как у Николая Ивановича Веселовского, тяжелая домашняя обстановка, ну дальше она уже описывает то, что происходило у самого Шляпкина, и то, что Горчинский действительно жил последние дни просто в Белоострове, у Шляпкина помогал ему, и затем он пытался сохранить его имущество в 1918 году, он занимался попыткой сохранения этого имущества, и в частности он хотел сохранить, конечно же, библиотеку Шляпкина и отвечал за то, чтобы передать ее в Саратовский университет, да, он в итоге так и сделал, да, он отвез эту библиотеку в Саратовский университет, можно почитать, опубликована переписка Горчинского с Пиксановым, вот там Пиксанов и остальные, правда, задают вопрос, когда же будет передана библиотека, как это будет сделано, ну, на самом деле было очень тяжело это сделать, потому что железнодорожное сообщение было с городом не очень хорошо связано, да, вот можно по разным письмам, и в том числе по дневнику Надежды Николаевны, да, понять, как тяжело это было сделать. Да, он, в основном, я бы сказала, что, ой, извините, тут Громов написан, это Горчинский, конечно же, да, Горчинский это педагог, он преподавал в Шевалово-Зерковской гимназии, был лектором, заведующим учебной частью на рабочих факультетах в Петрограде, ну и преподавал в большом количестве разных средних учебных заведений, родную речь и литературу. Да, здесь, вот почему, кстати, возникла эта ошибка, вот с этим самым Александром Александровичем Громовым, про которого я тоже в свое время делала доклад, он был другом, ну, они вместе учились у Шляпкина, да, это еще один ученик Шляпкина, поэтому моя оговорка здесь тоже довольно закономерна, и у Громова, в общем-то, очень похожая судьба на Горчинского, на судьбу Горчинского. Последнее место работы Горчинского было, это была военно-медицинская академия имени Кирова, там он был заведующим курсом латинского языка, и вот это, собственно, то самое место, в котором мы будем работать на момент ареста. И, что меня, опять же, интересовала, конечно, его карьера в Ленинградском государственном университете. Сначала он был доцентом факультета общественных наук, потом факультет общественных наук трансформировался в факультет языка знания и материальной культуры, так называемый, неудфакт, да. Кроме того, Горчинский параллельно был научным сотрудником Института сравнительной истории, литературы и языков Запада и Востока, там он как раз занимался научной деятельностью, публикационной некоторой активностью, и вот там сохранились его научные отчеты в его личном деле как раз института. Ну и вот, опять же, больше всего, наверное, известен период его деятельности как директор фундаментальной библиотеки ЛГУ. В эти годы он активно занимался выполнением библиотечного фонда, ну и вот, собственно, про этот период как раз известно несколько больше. В 30-м году он уходит из университета. Ну, здесь нет у меня пока однозначного объяснения, почему это произошло. Скорее всего, потому что он просто перешел в ЛГИЛИ после того, как был создан Институт литературы, и он выделился из ЕМПАКа Минградского государственного университета. Ну, и с другой стороны, он был, конечно, связан с тем же Сергеем Федоровичем Платоновым, а Сергей Федорович Платонов был как раз репрессирован по академическому делу. Ну, и как вот такой близкий человек к Платонову, да, как сам Платонов говорил, как говорил о нем, что это добрый, знакомый, младшийся товарищ. Ну, вот эта близость Платонову, наверное, тоже сыграла свою роль. Горчинский, да, дружил с Платоновым, с его семьей. Да, вот Михаил Сергеевич Платонов, сын Сергея Федоровича Надежды Николаевны, был крестным Надеждой Петровны Горчинской, дочери Горчинских. Ну, и именно Платонов, кстати, повлиял на то, чтобы Горчинский стал директором фундаментальной библиотеки. Да, вот как вы видите из письма Виттенбурга Платонова, что, ну, для всех было очевидно, да, что именно Сергей Федорович повлиял на то, чтобы назначить Горчинского, и Горчинского выбрали директором библиотеки. Конечно, вся эта жизнь, она влияет очень сильно на жизнь Петра Антоновича Горчинского, он никогда не стоял в партии. Он был, конечно, с точки зрения всех людей представителем вот этой старой школы, хотя, опять же, он не был настолько заметным человеком. Но вот вся эта жизнь, она отражается тоже очень плохо в Дневнике нашей Николаевны, да, что вот он пытался там ходить на службу, к церкви были закрыты, да, вот и в письмах Петра Антоновича можно это видеть, да, и в каких-то других источниках. Что он все-таки сделал, да, вот, по сути, у него есть одна такая изданная работа, где он сам что-то написал, да, это «Библиофильский уголок Белоостров». Вот, по сути, он рассказывает здесь про библиотеку Шляпкина. Это письма Панаева он издал, но здесь его комментариев практически нет, он просто подготовил их для издания. Он так очень много чем занимался, как я говорила, в основном это была коллективная работа, и она также, в ней он часто был просто неупомян. И как произошел, почему произошел его арест? Ну, понятно, в 1937 году сложно говорить о реальных причинах ареста. Его 25 сентября 1937 года было выпущено постановление об избрании меры пресечения, предъявление обвинения ему. Да, вы видите, что его изобличали как участника польской фашистской группы, которая проводит контрационную фашистскую агитацию, занимается чемпионажем в пользу Польши. Ну, понятно, почему было выбрано такое обвинение. Здесь сложно сказать, что это была какая-то логика, естественно, но он родился в Вильне. Он в некоторых анкетах называл себя русским, в некоторых анкетах белорусом, но в какой-то анкете полякам. Ну, вот в данном случае, естественно, его как такого вроде как польского националиста за связи с Польшей арестовали. Хотя, как раз в анкетах в деле ФСБ, там отмечено, что он русский, да, по национальности. Ну, в ночь на 26-27 сентября его арестовывают, как пишет его дочь, что там искали, обыск проходил, в том числе у него в кроватке, там обыскивали детской. Ну, и его арестовывают, он попадает в ДПЗ, да, и всего его три раза допрашивали. Ну, тоже логика допросов довольно типовая для таких дел. То есть на первом допросе его ни о чем не спрашивали, никаких обвинений ему не предъявляли. Просто, да, спросили, когда он был последний раз в Польше. Ну, собственно, Польша последний раз был здесь в 1910 году, после чего уехал в Петербург, ну, и навсегда уже на всю старшую жизнь связал свою жизнь, карьеру именно с этим городом. Ну, и его просят назвать просто своих знакомых, ну, как водится, да, он называет там список из, по-моему, примерно восьми лиц. Ну, и на втором допросе уже 30 сентября, естественно, вот этих людей уже заставляют его назвать членами контрреволюционной группы, в которой он якобы участвовал. Ну, что они делали по версии следствия? Кстати, вот этого протокола даже нету от руки, нету никакого, да, в деле оно не лежит в виде, в оригинальном виде, там только копия лежит. Непонятно вообще до какой степени сам Горчинский подписывал это или видел, там очень уверенная такая подпись. Ну, понятно, что это полностью такое сфальсифицированное дело, да, обвиняют его в том, что он сомневался в коллективизации, в том, что вот на семейных вечеринках устраивались борющие участников контрреволюционной фашистской группы, да, распространялись, естественно, клевету на Сталина Кирова. И он еще на допросе 30 сентября, он отказывается от того, что он занимался шпионской деятельностью, но уже 12 октября, там неизвестно, что с ним конкретно делали, да, но мы можем, естественно, догадываться об этом, он уже себя признает и в том, что он занимался шпионской деятельностью, да, против СССР в пользу Польши. Вот здесь вы видите, в частности, там, из дела, да, выдержка о том, что, как и сведения он передавал якобы, да, полякам, там, через какого-то Петра Пивковского имя, которого он даже не мог вспомнить вначале. И, ну, все это заканчивается тем, что уже 21 октября, да, ведь, как обычно, довольно недолго шло следствие, его приговаривают к высшей мере наказания. Ну, и вот не во всех далеко делах из тех, что я смотрела в архиве ФСБ, хранится этот документ, да, но в данном случае мы еще видим, кто расстрелял, да, кто непосредственно расстрелял Горчинского, это тоже очень известный человек, как раз, как палач, да, палач НКВД, его расстреливает Поликарпов Александр Романович, ну, который сам, наверное, как вы знаете, оканчивает свою жизнь самоубийством, да, после того, как арестовывают его коллегу, и он сам понимает, что он сейчас сам окажется за стенках НКВД. Ну, и была попытка у жены, да, так как жена вообще-то не очень представляла, что происходит с Горчинским, ее тоже арестовали довольно скоро после его ареста, отправили в Южный Казахстан, и оттуда она уже пишет письмо, которое, судя по всему, очень долго идет вообще до адресата, она пишет письмо, да, с просьбой пересмотреть дело ее собственное, дело мужа, как видно из письма, она даже не понимает, за что его арестовали, она даже не слышала, да, в чем дело, но это дело было пересмотрено, как бы жалоба была рассмотрена в 40-м году, ну, и ей было отказано в пересмотре дела, было написано, что никаких оснований для этого нету, что вина полностью доказана, что муж шпион польский, да, но даже непонятно, насколько она получила, да, этот ответ полный, насколько она знала, собственно, что произошло с мужем. По свидетельству дочери, собственно, она умирает в ссылке, да, в начале 40-х годов, как раз в Южном Казахстане, ну, и уже дочь получает сведения о реабилитации, да, которые происходят, которые происходят только в 57-м году, да. Ну, собственно, на этом мой краткий такой обзорный рассказ про биографию Горчинского заканчивается, да, я просто хочу еще раз подвести некий итог, сказав о том, что это, конечно, рассказ, да, об одном из людей, который участвовал, который работал в Петербургском, в Ленинградском, да, в университете, который был связан с этой преволюционной еще школой, которого нету, да, таких вот больших заслуг, которые, которых бы все, наверное, слышали, но чья судьба мне показалась очень любопытной, достойной внимания, и мне кажется, что с его материалами, очевидно, еще стоит поработать, да, с материалами и в Пушкинском доме, и в отделе рукописей, ну, и надеюсь, даже к статей я еще посмотрю, все-таки откроются, да, все архивы библиотеки, удастся посмотреть его еще переписку, которая хранится в Пушкинском доме. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое, Виктория, спасибо всем докладчикам, и у меня уже, ко мне уже поступил целый ряд вопросов, и регламент такой, что по очереди, то есть сперва вопросы Владимиру и так далее, и так далее. Так что, Владимир, вас спрашивает Ирина Крайнева, где хранятся мемуары Арсеньева? Собственно говоря, рукописи в двух местах, в Пушкинском доме и в Москве, вернее, в Дали, сейчас, да, вот там сохраняется, разные периоды не охватывают, это не один. Спасибо. И Мурат Валиев хочет вам сказать респект, ему очень понравился ваш доклад. Спасибо большое, очень рад. Ева, к вам есть два вопроса. Первый вопрос. Есть ли в дневниках рабочих критика советской социальной и политической системы СССР? Вопрос Андрея Белоногова. Ну, сразу скажу, что нет, я в дневниках такого не встречала, и тут можно сразу как бы учесть то, что, когда мы работаем с дневниками как историки, мы, естественно, учитываем возможность самоцензурирования. То есть нельзя сказать, что мы можем точно сказать, почему этого там нет. Возможно, это самоцензурирование, возможно, действительно в этом не видели ничего такого. Вот представители той же школы советской субъективы, которые, я стараюсь как бы ссылаться и одновременно преодолеть, сказали бы, что это была причина, как бы, причина дилеммы советского человека в том, что от человека требовали не подчинения, а солидарности. И поэтому человек не решался критиковать власть, а ее просчеты адресовал бы самому себе. То есть там, собственной предвзятости, ущербной психологии и так далее. То есть это тоже возможное объяснение, но по моим источникам ответить на этот вопрос нельзя. Там не встречается. Хорошо. Есть еще один такой, скорее, длинный вопрос. Может, берете ручку. Ева, спасибо за прекрасный доклад. Не могли бы вы подробно рассказать о ваших представлениях о соотношении дискурса и реальности? Отсюда, что вы понимаете под субъективностью? Вы сказали, что вас интересует, как люди чувствовали. По-вашему, советский рабочий излагал некие истинные чувства? Или речь идет о форме выражения чувств? То есть вас интересует тот самый дискурс? Это вопрос Андрея Гросса. Ну, там, соотношение дискурса и реальности. Ну, опять же, да, я говорила о том, что, когда речь заходит о советской субъективности, то есть влиятельное такое представление о том, что если советские граждане были агентами языка, который управлял их в жизни, то, по сути, никакое различие между дискурсом и реальностью в этом отношении нет. Для меня, конечно, это не столь верно, потому что я считаю, что все-таки есть уровень социальной практики, потому что, если мы посмотрим на источники, которые берут историки, вот те же источники личного происхождения, то, конечно, они дают одну историю, но можно еще взглянуть на источники, к примеру, службы НКВД или работы каких-то советских учреждений, то есть такой уровень повседневности, который не говорит нам о том, как люди там пишут о себе, но какая-то повседневная вот такая действительность. К тому же есть, к примеру, авторы, которые писали о том, что во время, к примеру, протеста в Ивановском регионе, Джеффри Росман об этом писал, были еще такие автономные языки протеста, которые выходили за рамку идеологии. То есть если некоторые авторы говорят о том, что вот у вас протест формируется, формулируется в тех же терминах, следовательно, как бы протеста быть не может, потому что дискурс один и тот же. Он говорит о том, что, автор говорит о том, что были еще и другие автономные языки протеста, таким образом говорят о том, что, конечно, разница между дискурсом и реальностью некая существует, и эти широкие выводы нельзя распространять на все советское население. Так что для меня это тоже так, но я просто еще не работала с таким большим массивом источников, ориентируюсь только на свои. Далее там было про то, что я понимаю под субъективностью, но я вот вначале сказала немного об этом. Но фактически можно так сказать, что если, к примеру, субъектность — это о том, можем ли мы говорить про советского рабочего как о политическом агенте, то субъективность — это скорее о том, как человек понимает себя и свое место в историческом пространстве. Ну, я бы так сформулировала. Но вообще субъективность — это тоже такой термин, о котором все историки будут еще долго спорить и формулировать его по-разному, что значит изучение «я» в таком отношении. Но для меня это вот примерно так. И про чувствование сейчас, про некие истинные чувства, если я правильно поняла вопрос. То, конечно, любой историк бы очень хотел понять, как люди на самом деле чувствовали, но реконструировать это фактически просто невозможно. Лично я пытаюсь увидеть, я бы сказала, некую амплитуду, которая появляется из-за давления дискурса и идеологии, потому что я пытаюсь увидеть то, что сам пишущий не видит. То есть какие-то зоны неразвлечения в самом письме. То есть видно, где через человека проговаривается путем продражания тому или иному канону, то, что он реанимирует чужой опыт, сам этого, он на самом деле не отдает себе в этом отчет. И это как бы очень интересно. Метод дискурс-анализа у меня состоял в том, чтобы увидеть, может быть, различные дискурсы, как они борются между собой, что, естественно, не было целью автора. Они же как бы для себя писали одно, а я пытаюсь прочитывать немного другое, таким образом увидеть, приоткрыть, так сказать, завесу социальной реальности немного через это. Увидеть, как субъект осознавал себя частью этой реальности, возможно, сделать вывод о том, что на самом деле у рабочего было такое очень амбивалентное положение, такой когнитивный диссонанс. Я не думаю, что люди осознавали себя так. Но через письмо я пытаюсь это прочитать, и если у меня появится больше источников, я, может быть, это более доказательно еще сделаю. Спасибо большое. Сейчас у меня есть пару вопросов к Сергею. Сергей, готовьтесь. Первый вопрос от Ирины Крайневой. Сергей, уточните, пожалуйста, когда появился Валентин? Простите, у меня сбоит связь. Когда появился... Валентин. А, вот этот псевдоним Валентин появляется у Воронского в период его революционной деятельности. Это его революционный псевдоним, настоящий. Под которым он действовал по крайней мере с 906 года точно, судя по материалам дела охранки. А затем он использует этот свой же псевдоним для создания героя, для создания своего альтер-эго в книге «За живой и мертвой водой» и затем в более поздних рассказах. Спасибо. Еще один вопрос от Мурата Валиева. Как складывались отношения Воронского с Горьким? В целом, Горький, во-первых, участвовал в деятельности Красной Нови. У них были некоторые дискуссии по конкретным вопросам, потому что в Красной Нови была достаточно широкая свобода взглядов и были статьи, в том числе, с критикой некоторых произведений Горького. И для Воронского, для которого Горький был безусловным авторитетом, этот авторитет не означал, что он неприкасаемый. Кроме того, когда Воронский был уже первый раз арестован и сослан в Липецк, то для его возвращения Горький предпринимал усилия. В частности, он писал письмо на имя Ворошилова, в том числе с тем, чтобы это письмо было доложено Сталину, с просьбой включить Воронского в редакционную коллегию истории гражданской войны, официальной истории гражданской войны, которую Горький считал нужным описать, инициатором, который он фактически был. Так что Горький, можно сказать, был и заступником за Воронского. И благодаря... Еще один важный момент. Благодаря Горькому Воронский, как я уже говорил в своем докладе, отстаивал критики, раповской критики, ваповской критики, тех писателей, которые он считал важными. В частности, речь идет о Бабеле, о чем я говорил, о Пильнике, кстати говоря. Повесть, не погашенной луны Пильника, была посвящена Воронскому. Что довольно интересный факт. И так далее, и так далее. Так что отношения-то были тесные. Горький Воронского очень ценил как точного критика, и он ценил его из-за литературной способности. Это касается его отзыва на книгу «За живой мертвой воды». Спасибо. Может, следующий вопрос нашего Владимира Ведерникова. В чем заключалась левизна Воронского, противника рапа, сотрудника сотрудничества с попутчиками? Во-первых, нужно сказать, что само обозначение левой оппозиции, объединенной иначе оппозиции, в которой принимали участие Троцкий, Каменев, Зиновьев, на самом деле Каменев и Зиновьев не были в ней ведущими фигурами. Более важную роль играли, например, Сокольников, Радек, Раковский и так далее. Так вот, это позиция, которая прежде всего касалась отношения к двум вещам. К НЭПу, поскольку сторонники левой оппозиции, к которым, кстати, относился и Варлам Тихон и Чешаламов в 20-е годы, он был участником левой оппозиции, беспартийным участником левой оппозиции, и, собственно, получил свой первый срок в 1929 году за участие в ней. И книгу Воронского, кстати, он называл учебником для оппозиционеров, где они учились конспирации. Книгу «За живой и мертвой водой». Уже в 20-е годы, по примеру, деятельности большевиков в дореволюционный период. Так вот, левизна означала неприятие политики НЭПа союза с буржуазией и необходимости смены этой политики. А вторая очень важная вещь, главная вещь, это борьба с бюрократией. И вот как раз борьба с бюрократией, с бюрократизацией партии, это то, что было левого у него. В эстетических принципах левого радикалом, ультралевым он не был. Наоборот, он считал, что истинная левизна, истинная революционность заключается в синтетическом характере советской культуры, которая должна включать в себя все лучшее, что было сделано до революции и даже писателями-мигрантами. Почему нет? Со всей критикой, со всеми необходимыми предисловиями и так далее. Так что, в этом отношении, он, конечно, не ультралевый, а вот в отношении политического, он, безусловно, критик сталинского режима слева. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос от гостя, которого зовут Платонов. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, исповедальные нарративы Воронского, которые ввел в оборот Слескин в Доме правительства. Насколько искренним был Воронский перед лицом контрольной комиссии? Спасибо за вопрос и спасибо за вопрос Владимиру Викторовичу. Что-нибудь очень важное на самом деле. Прежде всего, я должен сказать, что я очень плохо отношусь к работе с Слескин в Дом правительства, потому что, с моей точки зрения, эта работа представляет собой попытку подогнать огромную массу материала, который он проанализировал, под заранее известный ответ. Под шаблон, идеологический, на самом деле, шаблон, что большевики это тоталитарная секта. Я могу сказать, что и ваш покорный слуга, и мои коллеги, которые непосредственно работают с документами большевистской партии до революционного периода и 20-х годов, но никакие материалы не укладываются в этот шаблон. Что касается исповедальности. С моей точки зрения, это тактический ход, безусловно. Тот же тактический ход, что у многих других оппозиционеров, которые считали, в частности, у одного из лидеров позднейшей оппозиции Ивана Никитича Смирнова, одного из лидеров сибирских большевиков и наркома почты Телеграфа до 1927 года, нужно бороться внутри партии. Нужно бороться внутри партии. Вот с моей точки зрения, Воронский стоял именно на этой позиции. И это не исповедальные вещи ни в коем случае. Он в определенной степени, что называется, целенаправленно раскаялся, а за определенные вещи он так и не покаялся. И это очень хорошо видно в его литературных текстах. Ту линию, которую он вел, вот я, наверное, не очень четко это сказал, которую он вел, будучи критиком в 20-е годы и будучи политиком в 20-е годы, он продолжает в своих трудах автобиографических, биографических в 30-е. И с моей точки зрения, это послужило лишним поводом для заведения дела против него и ареста. Спасибо. И последний вопрос. Вы очень стимулировали публику к вопросам. Уважаемый Сергей, вы упомянули о жене Воронского, купившей его книгу в 60-е годы. Она жила в Москве. Что вы можете сказать о ее социальных связях и отношениях с государством в 20-е годы? Это Андрей Гросс спрашивает. Спасибо за вопрос. Я очень рекомендую и уважаемому Андрею прочитать автобиографии Воронской, в частности, ее книгу «В стране воспоминаний» и ее книгу «Северянка». И здесь я должен сказать, что огромную роль в популяризации творчества Воронского и своих родителей играет внучка Александра Ксантиновича Воронского, уникальный совершенно человек, Татьяна Ивановна Исаева. Поскольку ее отцом был Иван Исаев, они познакомились с ее матерью на Колыме. И она сама родилась на Колыме. И она на собственные деньги издает книги своего деда, своих родителей, ведет исследовательскую работу и стимулирует исследовательскую работу многих ученых. Так вот, Галина Александровна Воронская была женой Ивана Исаева, который был потом тоже участником литературной деятельности. Он был членом, в том числе, союза писателей. Они широко общались в литературных кругах. Они общались и с Евгением Гинзбург. Они тесно общались с второй женой Шаламовой, с самим Варламом Тихоновичем, с Ольгой Сергеевной Неклюдовой. И именно Иван Исаев и Галина Александровна Воронская были теми людьми, как тогда Шаламов уже не мог за собой ухаживать. В 1979 году они сыграли роль в его помещении в дом инвалидов, получив соответствующий документ от Литфонда. То есть они вели довольно активную социальную деятельность. Воронская очень много издавала книг. Вот я, собственно, показывал вот этот том. Это, сейчас прошу прощения, 1987 года уже издание, но у меня есть более ранние издания, которые были подготовлены и пробиты в печать благодаря ее активному участию и участию людей с литературным авторитетом, к которым она обращалась для того, чтобы книги Воронского выходили в советский период. Спасибо. И перейдем сейчас к Виктории. Сергей, вы сам задали вопрос. Происходил ли арест Горчинского в рамках польской операции НКВД? Или это неизвестно, потому что хронологически подходит? Спасибо за вопрос. Я бы сказала, что да, я могу сказать именно так же, что хронологически подходит, но в самом деле сведений об этом нет. То есть там нет ссылки, скажем, на приказ августовский. То есть очевидно, что его просто как польского шпиона решили, ну его решили назначить польским шпионом, в основном потому, что он работал в военно-медицинской академии, как в каком-то военном учреждении, и на этом основании можно было связать какой-то фашистской организации контрреволюционной, но с другой стороны те люди, которых он скажем сам называет, и они во-первых сами разных национальностей, хотя они там фигурируют потом из допроса в допрос, и они далеко не все из них были арестованы, то есть они не за все ниточки потянули после его ареста, и ну да, скорее всего это конечно его арест был вызван этим приказом НКВД, но вот опять же его дело насколько я поняла индивидуальное, хотя как вы наверное знаете когда вы работаете с архивами ФСБ с делами, если есть даже коллективное дело, то другие части его не покажут, но в обвинительном заключении фигурировал только горчинство, ну и ни на что другое ссылок не было, то есть да, скорее всего так, но прямых указаний на это нет. Ага, спасибо. Ко мне еще поступил один вопрос Еве от Ирины Ронкиной, которая хочет знать, как дневники попали к вам, откуда они берутся, есть ли дневники из дел КГБ, и вообще спасибо за интересный доклад. Спасибо за вопрос, да, вообще спасибо за все вопросы. Я упоминала, что дневники у меня взяты с проекта прожито, который открыт для всех, это очень хороший проект, сейчас он поддерживается или всегда поддерживается Европейским университетом в Санкт-Петербурге, и я брала те дневники, которые просто имелись там в наличии, к сожалению, за 30-е действительно очень мало, у меня нет какого-то отдельного доступа к каким-то другим дневникам, ни у кого из родственников нет каких-то сохранившихся или как еще люди достают, вот, поэтому дефицит источников действительно большая проблема, поэтому пришлось во многом соединять разные группы источников, насчет КГБ, вот, нет, эти дневники никак не связаны с архивами разных таких служб, я, честно говоря, не знаю, можно ли куда-то еще достать или поработать с делами НКВД, мне кажется, это еще во многом засекречено, возможно, я ошибаюсь, но пока еще ищут другие источники. Спасибо большое. Мы дошли до конца вопросов, больше вопросов мне не поступало, я хочу вас всех поблагодарить за очень интересную и с технической стороны просто идеальную гладкую сессию. Спасибо большое всем, что вы здесь выступали. Спасибо. 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 Продолжение следует...